11. В апреле 1957 года, как я упомянул, я поехал в Японию. Об этом путешествии я написал очерк, в котором главным образом хотел показать общность истоков культуры, путь Эллинского Диониса в Индию, Китай, Корею, а оттуда в японскую нару, влияние японских истампов на художников Франции второй половины прошлого века и многое другое. В книге и воспоминаниях я хочу рассказать о забавных мелочах, да и отметить, какую роль сыграла поездка в Японию в моей жизни. В Японию я поехал с Любой. Нас пригласил специальный комитет, созданный для приема Ильи Эренбурга. В комитет входили представители общества дружбы Япония-СССР, переводчики русской литературы и работники Японского комитета мира. Деньги дали большая газета Асахи и радио. Все было поставлено на широкую ногу. В Фукуоке молодой человек вынес из комнаты гостиницы наши чемоданы в коридор. Люба удивилась. Тогда, поклонившись, он протянул ей визитную карточку, как то делают все в Японии. Текст был напечатан по-японски и по-русски, и мы узнали, что молодой человек – третий секретарь комитета Фукуоке по приему советского писателя Ильи Эренбурга. Не знаю, что было сказано на его обычной визитной карточке, но, видимо, он гордился временным титулом. Токио – самый большой город мира. В нем тогда было около десяти миллионов жителей. Он и самый беспорядочный. Многие улицы не имеют названия, дома часто без номеров. Адрес скорее рисуют, чем диктуют. Сами японцы путаются. Мы прожили там две недели, много колесили и в итоге находили все, что искали. Япония – своеобразная страна. То живешь в Азии, то в Америке, то в Европе. Универмаги, большие заводы, вокзалы, аэродромы напоминают Америку. Увеселительная часть Токио скопирована с парижского Монмартра. Приходя к себе, японец у входа в дом снимает обувь и начинает жить по-японски. Японские дома светлые и пустые. О такой современной архитектуре не смели мечтать Карбузье или наши конструктивисты 20-х годов. Раздвижные стены, комнаты путешествуют, вещи в стенных шкафах, на стене одна картина, в нише одна ваза. Я привык к особенностям японского быта, но мои ноги не могли к ним привыкнуть. В городе Ногоя мы остановились в японской гостинице. Вечером стелили на полу постели. Одеваться было очень трудно, а отдохнуть невозможно. Молодой переводчик Хара пришел к нам в комнату и вскрикнул от ужаса. Увидел на циновке туфли Любы. Она его долго успокаивала. Вынимая платье из чемодана, она вынула туфли. Она в них не пришла с улицы. Помню ужин в Киото. Нас угощал мэр города, социалист. Он вел серьезный политический разговор о сближении между нашими странами. Это не помешало ему пригласить гейш, который дали нам розовые визитные карточки, угощали рисовой водкой, улыбались, а потом танцевали и пели. Ужин происходил в японском ресторане. Мы сняли обувь на улице и прошли в зал в носках. Я вытянул ноги под столом и часа два спустя почувствовал, что они замлели. В беседу о развитии экономических и культурных связей ворвались неподходящие мысли. Как я встану, чтобы не уронить престиж советского государства? Один японский писатель показал мне низенький игрушечный столик. Здесь я написал мой роман. Я изумился. Романов я написал вдоволь, но написать 600 страниц, сидя на полу, показалось мне чудом. На собраниях, в клубах, в университетах грязно. Циновок нет. Японцы сидят обутые и кидают окурки на пол. Зато в любом доме идеальная чистота. Крестьянский дом похож на дом городского богача. Люба, конечно, замечала, что циновки другого качества, но для мужского глаза они кажутся одинаковыми. Религий и сект много. Если взять статистику, то окажется, что синтаистов и буддистов вместе взятых больше, чем всех японцев. Многие крестьяне молятся в синтаистских храмах, а хоронят умершего по буддийскому обряду. Однако я не назвал бы Японию страной религиозной. Молятся скорее по привычке, чем от обилия чувств. В Токио я видел, как шла по улице парочка, элегантный японец, сноб, с хорошенькой девушкой. Они оживленно о чем-то разговаривали. Подойдя к синтаистскому храму, оба захлопали в ладоши. Так молятся синтаисты. А потом пошли дальше, продолжали разговор, останавливались у витрин модных магазинов. В Фукооке вокруг буддийского храма бегали спортсмены, касаясь ладонями камней. Оказалось, что это больные, жаждущие исцеления. Чудо не заменяет для них медицины. Но почему бы не попробовать? А вдруг вылечиться? Меня удивила откровенность в разговорах. Того флора, к которому я привык в Европе, не было. Нас повели в дом богатого японца. Выяснилось, что 30 лет назад он переделал для театра мой роман «Трест Д.Е». Одновременно портные принесли дорогие материи, чтобы Люба выбрала ту, что ей нравится для кимоно. Люба отказывалась. Ей не нужно кимоно. Но пришедшие с нами японцы объяснили. Хозяин хорошо заработал на инсценировке треста Д.Е. Следовательно, материя должна быть самой дорогой. В другой раз Харом Молодой, уговаривая нас выпить чай с тостами, добавил «Это очень дешево, не стесняйтесь». Жены писателей рассказывали Любе, как изменяют им мужья. В эссе «Похвала тени» знаменитого писателя Танидзаки я нашел рассуждение, что нет ничего прекраснее, чем писсуары из криптомерии и по тону, и по аромату дерева, и по его акустическим возможностям. Условностей много. Встречаясь, японцы низко кланяются и стараются как можно медленнее выпрямиться. Один советский работник, только что приехавший в Японию, высказал свое удивление. Посол решил пошутить. «Почти все японцы страдают ревматизмом, климат такой». Новичок перепугался. Сказал, что у него предрасположение к ревматизму. Встречаясь, также усиленно нюхают друг друга, вдыхают аромат. Секретарь Японского комитета мира пять лет спустя, когда у нас возникли политические трудности, будучи благовоспитанным, всякий раз тщательно меня обнюхивал. В первую неделю моего пребывания в Токио я удивился. Мы сидели в ресторане с японцами и ели, а позади другие, не прикасаясь к еде, что-то записывали. Потом один из переводчиков показал мне большую газетную статью, в которой довольно фантастически излагалось все, что я говорил за обедом. Я рассказал об этом пригласившим меня японцам. Они удивились моему удивлению. За обед заплатила редакция, и естественно, что она не хочет зря бросать деньги. После этого я стал за обедом помалкивать. Я все же не хочу, чтобы читатель подумал, будто мои впечатления от Японии сводились к тяготам сидения на татаме, церемонии приветствия или множеству других церемоний, хотя бы чайной. Страна меня поразила своей глубокой тревогой. Напомню редкие способности ее народа. За два года, когда кончилась изоляция Японии, 1871-1872, была построена первая железная дорога. Начала выходить первая ежедневная газета. Было введено всеобщее начальное обучение. Открылся первый университет. Началась индустриализация страны. Огромные заводы изготовляли современное оружие. Текстильные фабрики, благодаря дешевизне труда, заполнили все континенты своими товарами. Выиграв войну против царской России, правящая верхушка начала готовиться к завоеванию Китая и Сибири. Самураи в рассказах совершали подвиги или вспарывали себе живот. Легенды о шпионах и полицейских изготовлялись на конвейере. Тем временем родилась интеллигенция, росло сознание пролетариата. В годы Второй мировой войны Япония завоевала почти всю Азию. И тут наступил крах. Конец Третьего Рейха. Атомные бомбардировки, капитуляция. Америка сделала все, чтобы поработить Японию. Это оказалось очень легким и невозможным. Япония — это горы, вулканы, узкая прибрежная полоса. Только одна шестая территория обрабатывается. Я был в университете Васада. Там учатся 26 тысяч студентов, а всего в Японии 5 миллионов студентов на 90 миллионов жителей. Естественно, что официанты, бухгалтеры, приказчики оказываются людьми с высшим образованием. Я вспоминаю судьбу писательницы Хаяси Фумико, которая умерла в 1951 году в возрасте 48 лет. Русский перевод шести ее рассказов вышел в 1960 году. Я написал предисловие. Мне понравилось в этих новеллах что-то незнакомое и вместе с тем человечное. Не знаю, как это определить. Пожалуй, вернее всего, уничтожающими словами наших присяжных искусствоведов. Смесь барокко с натурализмом. В жизни ей пришлось работать на фабрике, быть официанткой, приказчицей, прислугой. Она хорошо знала грубый плод жизни и ко всему была поэтом. Женщинам в Японии тяжело. Они живут еще в прошлом быту и вместе с тем знают, понимают много не хуже мужчин. Из любви к традициям их продолжают угнетать, как карликовые растения, культурой которых японцы гордятся. Однако появились студентки, глаза их выражают в ту же тревогу, что и глаза юноши. Читают молодые очень много, стоят в книжных лавках и читают книгу, не покупая ее. Тиражи все же большие. Нет ни одного советского или западноевропейского прозайка, хоть сколько-нибудь известного, чьи книги не были бы тотчас переведены. На выставках Пикассо, Матисса, Шагала побывали миллионы японцев. Сотни различных театров от древнейшего «Но», где актеры в масках, а позади хор комментируют происходящее, до ультрасовременного театра абсурда. 186 газет выходят общим тиражом в 35 миллионов. На шесть душ – один радиоприемник. Искусство Японии выдает беспокойство. Японские фильмы имели успех в странах Европы, но зрители добавляли «Какие они жестокие!» То же самое говорят о переводах японских романов. Что поражает в них? Та пугающая европейцев искренность, о которой я шутливо рассказывал, становится совсем не шутливой в показе войны, голода или одиночества. Мне понравился поэт и романист Таками. Он был красив, печален и говорил коротко, то со взлетом над миром, то неожиданно грубо. Потом он побывал в Москве, а в 1963 году заболел раком. Его оперировали. Он успел написать короткие стихи о встрече со смертью и вскоре умер. Прежде европейцы, попадая в Японию, интересовались гейшами и цветущей вишней. Японию они знали по роману Лотти «Госпожа Хризантема» и опере Пучини «Госпожа Баттерфляй». Теперь перед туристами маячат атомные грибы. В Хиросиму я не попал, но был в Нагасаки. Трудно было представить себе, что этот город всего 12 лет назад уничтожила атомная бомба. Он выглядел оживленным, даже цветущим. На месте, где разорвалась атомная бомба, колона, неподалеку памятник жертвам. В музее фотография профессора Такаси Нагаи. Он лежит и смотрит в микроскоп, на себе изучает последствия радиации. Он написал книгу «Мы из Нагасаки» и умер. 90% жертв бомбардировки умерли сразу или в первой неделе, но 10% умирали медленно. В 1957 году, когда я был в Японии, я видел людей с обожженными лицами. Японцы продолжали заболевать лучевой болезнью. Женщины рожали уродцев. В Нагасаки я еще сильнее понял, что совесть не успокоится, пока продолжает изготовляться и накопляться ядерное оружие. Я вдруг ощутил связь между Нагасаки и всеми бесчисленными конгрессами, конференциями, сессиями, заседаниями, на которых мы говорили о борьбе против ядерного оружия. Мы говорили в чуже, а японцы уже испытали это оружие на себе. Первую черновую репетицию уничтожения жизни. Над нами посмеивались. Одни злобно, закамуфлированные коммунисты. Другие добродушно, наивные простачки. В Японии я понял, что не оставлю этой борьбы, пока смогу двигаться и говорить. Может быть, история мельком упомянет о попытках сторонников мира предотвратить катастрофу. Может быть, она признает, что мы сыграли некоторую роль в отказе от ядерного оружия. А может быть, и не будет уж никакой истории. Можно бросить все, и литературу, и политику, но не это, не борьбу за право ребенка на жизнь. Двенадцатое. В августе 1957 года газета Лемонт поместила заметку своего специалиста по русским делам, подписанную А.П. Андре Пьер, который, ссылаясь на израильского журналиста Бернара Турнера, обвинял меня в гибели группы еврейских писателей. Бернар Турнер утверждал, что он был арестован в Москве в 1943 году и отправлен в концлагерь возле Братска. Там, в 1949 году, он встретил нескольких еврейских писателей, среди них Бергельсона и Фефера, которые ему завещали, если он встретит меня, сказать, чтобы я возложил цветы на могилу загубленного мною неизвестного мученика. Друзья прислали мне номер французской газеты. Я отправил короткое письмо в редакцию, написал, что среди погибших еврейских писателей были мои друзья, и что вкладывать измышления в уста людей, которых больше нет, прием далеко не новый. Редакция поместила мое письмо под заголовком «Антисемитизм господина Эренбурга». Статью Турнера перепечатали разные газеты Запада, а в 1959 году в Париже вышла книга Леона Леннемана, которая рекомендует себя корреспондентом израильских, американских и южноафриканских газет. Одна глава посвящена мне. Автор недовольствуется измышлениями Турнера. Он приводит также рассказ американского журналиста доктора Шошкиса. Был еще один свидетель обвинения. Вдовы и сироты убитых писателей знают его имя. Это Илья Эренбург. Он приезжал на заседание трибунала в своем автомобиле. После того, как он отягчал судьбу подсудимых своими показаниями, он спокойно возвращался к себе в свою квартиру на одной из самых центральных улиц Москвы, улицы Горького. Я не знаком ни с Турнером, ни с Леннеманом, ни с доктором Шошкисом. Не только семьи погибших еврейских писателей, но и все советские люди, имевшие близких среди жертв Ежова и Берии, знают, что тех, кого намеревались расстрелять, не отправляли ни в какие лагеря. Военный трибунал в Москве в 1952 году приговорил к расстрелу еврейских писателей, в том числе Давида Бергельсона и Ицека Фефера. О процессе и судьбе писателей я узнал только после их посмертной реабилитации. Никогда меня не привлекали к следствию и, разумеется, не вызывали ни на какой суд. Единственное правильное в сообщении доктора Шошкиса, что я жил и живу на улице Горького. Есть старая русская пословица «Господь любит праведника, а господин — ябедника». Я встречал в жизни праведников. Не знаю, как к ним относится Господь Бог, но честные люди их почитали. Зато я хорошо знаю, как различные господа жаловали ябедников и расплачивались с ними не на далеком небе, а здесь, на земле. В Дью-Йорке, Тель-Авиве, в Париже, как во всех городах мира, живут люди честные и бесчестные. Каждый теперь сможет судить о порядочности моих обвинителей. В шестой части этой книги я рассказал о нападках на космополитов, которые почти всегда обладали еврейскими фамилиями, а крокодилам изображались с положенными им носами. После 1953 года антисемитизм перешел из высокой политики в закоулки быта. Он, однако, не исчез. Я расскажу далеко не все, что знаю. Приведу только несколько примеров, чтобы не показаться голословным. В Дагестане живут горские евреи. По наружности они не походят на евреев Европы. Многие проживают в аулах, занимаются виноградарством и скотоводством. Осенью 1960 года ко мне неожиданно пришли четверо горских евреев и возмущенно рассказали, что в газете Буйнакского района появилась статья, критиковавшая разные религии. Обличая иудаизм, автор статьи утверждал, что набожные евреи подмешивают к питьевой воде немного мусульманской крови. Правда, два дня спустя в газете появилось опровержение, а месяц спустя редактора сняли за допущенную им политическую ошибку. Но приехавшие в Москву делегаты горских евреев требовали, чтобы в газете была опубликована статья, опровергающая древнюю клевету. Ритуальное употребление евреями крови инаковерующих. Я пробовал их успокоить, пытался безуспешно им помочь. Они прожили в Москве месяц, ходили всюду, куда могли. Характер у них был пылкий и твердый. Ничего не добившись, они уехали. Тем временем выяснилось, что Буйнакскую газету получали в одной из стран. И злополучная статья была напечатана в некоторых газетах Запада. Осенью 1959 года два хулигана подожгли синагогу в московском пригороде Малаховка. Об этом вскоре стало известно за границей. Поджигатели оставили на месте преступления и расклеили на Казанском вокзале листовку, подписанную инициалами БЖСР. Боевым кличем казалось незабытым белогвардейцев «Бей жидов, спасай Россию». При поджоге от дома задохла сторожиха. Нашли виновников по одной рассеченной букве в канцелярской машинке. Преступники оказались двумя комсомольцами. Ко мне пришел следователь, спрашивал, какое впечатление произведет на Западе открытый процесс. Я ответил «прекрасно». Однако решили иначе. Суд был закрытым. Поджигателям дали по шесть лет исправительных лагерей. Комитет по делам религии сообщил о приговоре некоторым иностранцам, но советские люди, даже обитатели Малаховки, ничего о суде не узнали. В 1961 году в литературной газете было напечатано стихотворение Евгения Евтушенко «Бабий яр». Литература и жизни напечатала сразу стихи Маркова, утверждавшего, что Евтушенко носит узкие брюки и что он не русский, и длинную статью Старикова. Желая доказать считателям, что нельзя говорить о национальности жертв фашизма, Стариков приводил мои стихи о Бабьем Яре, написанной во время войны, и обрывал цитату до слов «Моя несметная родня». Я знаю, что во время оккупации фашисты в Бабьем Яру убивали участников сопротивления русских, украинцев, но в народной памяти запечатлели сентябрьские дни 1941 года, когда гитлеровцы убили в Бабьем Яру всех евреев, не сумевших выбраться из Киева, стариков, больных, женщин, детей. По данным, оглашенным на Нюрнбергском процессе, в течение двух дней гитлеровцы убили там около 40 тысяч советских граждан еврейской национальности. Я напечатал тогда в литературной газете письмо «Протестовал против использования моего имени Стариковым для утверждения мыслей, противоположных моим». Люди, нападавшие тогда на стихотворение Евтушенко, говорили, что нельзя говорить о зверском истреблении фашистами евреев, потому что фашисты убивали, вешали, расстреливали гражданских лиц других национальностей – русских, украинцев, белорусов. Я достаточно писал в годы войны о зверствах гитлеровцев. Не буду повторяться. Укажу только, что русских или украинцев фашисты убивали, подозревая их в скрытом сопротивлении, в связи с за нами, в укрытие евреев или коммунистов, в нарушении своих приказов. Требовался донос бургомистра, староста или соседа, подозрительность любого эсэсовца. Евреев гитлеровцы убивали только за то, что они были евреями, убивали всех поголовно – стариков и новорожденных. В Праге нацисты предполагали устроить музей исчезнувшего народа. Именно это определило понятие геноцида, значащееся в приговоре Нюрнбергского трибунала. Стихи Евтушенко сделали доброе дело. Право евреев Киева на каменную плиту четверть века спустя после злодеяния было признано. В декабре 1962 года на встрече правительства с писателями и художниками Хрущев обвинил Евтушенко в отделении национальности убитых гитлеровцами жителей Киева и добавил, что в том же повинен также Эренбург. «Евтушенко – молодой русский. Я – старый еврей. Хрущев заподозрил меня в национализме. Каждый читатель может сам рассудить, правда ли это». Я зашел далеко вперед. После выступления Хрущева некоторые антисемиты почувствовали себя окрыленными. Украинская Академия Наук выпустила книгу «Иудаизм без прикрас». Книга относилась к антирелигиозным и на украинском языке рассказывала читателям о противоречиях и корыстности иудаизма. Эта книга была воспроизведена за границей. Я находился в Стокгольме, когда миролюбивый швед, незадолго до этого побывавший в Москве и приезжавший ко мне на дачу, принес книгу и попросил объяснить, что все это значит. Давно не было на свете ни Сталина, Ниберии нельзя было отнести княжонку к ошибкам прошлого. Я долго разглядывал рисунки. Они напоминали журнал гитлеровца Штрейхера, положившего свою жизнь на изобличение евреев. Господь Бог, согласно писанию, 40 лет водил евреев по пустыне. Автор иллюстрации показывал, что он водил их на поводке, водил за носы, и носы евреев, естественно, удлинились. Поведение носатых евреев показано в книге своеобразно. Они поклонялись сапогу гитлеровцев, и носатый Бен-Гурион договаривался в освенцами с эсэсовцами в то время, как там страдал человек с явно нееврейским носом. Мне пришлось отменить пресс-конференцию в Стокгольме. Месяца два спустя книжка была дезавуирована, и поехавший во Францию от Жубей сообщил, что она изъята из продажи. Другое, еще более российское произведение «Дорогами жизни» было напечатано в журнале Днепро. Там описывается козни рода Ляндеров против украинского народа. Родоначальник Исаак Ляндер нашел гешефт, получил у поляков в аренду несколько православных церквей. Этот нехрист обирал украинцев. Внук Исаака Хайм Ляндер учел перемену обстановки. Зачем раздражать гоев, если можно потихоньку спаивать их и обирать до последней нитки? Гайдамаки сожгли корчму. С той поры в семье Ляндеров украинцев не называли иначе, как эти проклятые хохлы. Наш современник Соломон Ляндер становится сначала бундовцем, а потом большевиком и работником ГПУ. Третье произведение «Тля» было написано по-русски и называлось «Романом-памфлетом». Роман был направлен против двух врагов – художников-модернистов и евреев. Все персонажи имеют явных прототипов. Это так называемый роман с ключом. Положительный герой Михаил Герасимов, он же Герасимов, рассуждает «Пастернак? Трава такая, вроде петрушки!» или, говорят, формалистскую мазню Фалька и Штеренбурга из подвала вытащили. Художник Борис Наумович рассказывает. Вот последняя хохма. Когда одна русская спрашивает, что значит хохма, Борис Наумович удивляется. Самое, что не есть русское слово. В романе действует крупный интриган с темным прошлым «Лев Барселонский». Он повторяет цитаты из статьи Эренбурга. Во время войны он делал агит-плакаты против гитлеровцев. После войны приступил к иллюстрациям Стендаля, а теперь мечтает занять место Михаила Герасимова. К счастью, правительство отправляется в Манеж на выставку, где окрасуется формалистическая мазня евреев и расчеты Льва Барселонского рушатся. После октября 1964 года я не встречал в печати никаких антисемитских вылазок, но не было и статей, направленных против антисемитизма. Предшествующая эпоха оставила в наследство немало тяжелого. В моей жизни этот вопрос продолжает играть не только скверную, но, я бы сказал, малопристойную роль. Для одних я некто вроде Льва Барселонского, чуждый элемент, существо, если и не обладающее длинным носом, то все же занято темными гешефтами. Для других я человек, потопивший маркиша Бергельсона Зускина. Как это слишком часто бывает, торжествуют не праведники, а ябедники. Однако, куда больше, чем моя биография меня тяготит вопрос о положении евреев в нашей стране. В последние годы Сталина в Москве рассказывали анекдот. Еврей заполняет анкету для поступления на службу и, дойдя до пункта пятого, где нужно проставить национальность, вздохнув, пишет «Да». Это отнюдь не смешная история. Память о гитлеровском геноциде, преследовании евреев в 1948-1952 годах, неприязнь тех или иных соседей – все это вызвало среди советских евреев настороженность, повышенный интерес к своей национальности. А об этой национальности помнят лица, выдающие паспорта, но не лица, ограждающие национальную культуру. В советском обществе евреи сыграли видную роль. Напомню хотя бы о русско-советской литературе и назову только имена писателей, которых больше нет в живых. Бабель, Пастернак, Багрицкий, Мандельштам, Тынянов, Светлов, Маршак, Гроссман, Ильф. Нельзя, однако, стоять за освоение евреями русской культуры и одновременно не бороться против антисемитизма. Конечно, я убежден, как и 60 лет назад, не только в гнусности, но и в обреченности любого расизма. Однако сейчас это звучит почти как абстрактная истина, и я чуть ли не каждый день получаю письма от евреев, ущемленных и обиженных. В таких жалобах, разумеется, немало преувеличений. Но если задуматься над происходившим и даже над происходящим, они естественны. Недавно я был в Праге и видел там в Государственном еврейском музее зал, где на камнях, покрывающих стены, мелкими буквами, выдолблены имена трехсот тысяч евреев Чехословакии, убитых гитлеровцами. Рядом древнее еврейское кладбище. Плиты на могилах астрономов или праведников, стоявшие века, кажутся восставшим в гневе народом. Я ушел оттуда и долго думал, когда же поймут все народы, все люди, душевный мир евреев, уцелевших от нацистского геноцида. Обязательно поймут, но не завтра и не послезавтра. Тринадцатое. В июне 1957 года по приглашению посла в Афинах Сергеева я направился в Грецию вместе с Образцовым, Полевым, эллинистом Белецким и архитектором Пасохиным. Групповые поездки не всегда бывают легкими, но мои попутчики оказались хорошими товарищами, все мы понимали нашу задачу – постараться наладить добрые отношения с греческой интеллигенцией. Образцов беседовал с режиссерами и актерами, Полевой с журналистами, Белецкий с учеными, Пасохин с архитекторами, а я с писателями. Разумеется, мы встречались и с людьми других профессий. В частности, я познакомился с политическими деятелями различных партий, побывал на собраниях двух организаций, выступавших за мир, но враждовавших между собой. Для одних эда, для других либералы были пугалом, куда более страшным, чем все водородные бомбы мира. Многое из древнего искусства показалось мне новым, хотя я увидел Грецию в третий раз. Я, например, прежде не бывал ни в Микенах, ни на Крите. Очерк об уроках эллинской культуры я отдал в один из толстых журналов, но редактор, напуганный шумом вокруг моих уроков Стендаля, усмотрел в страницах, посвященных искусству Византии, некий скрытый подтекст. Я включил эсэ о Греции в книгу очерков и не стану сейчас повторяться. Да и время не очень способствует размышлениям о причинах гибели минойской цивилизации. Я пишу эту главу в дни, когда мир взволнован военным переворотом в Афинах, который чем-то напоминает мне переворот, осуществленный испанской военщиной в 1936 году. Судя по французским газетам, многие греческие писатели, с которыми я познакомился, а с некоторыми и подружился 10 лет назад, арестованы. Мысли невольно возвращаются к трагической судьбе современной Греции. Помню, как два замечательных человека, Ив Фарш и Поль Элюар, рассказывали мне о мужестве греческих партизан. Когда они были в Греции, исход гражданской войны был уже предрешен, и защитники горы Грамос сражались, зная, что их ждет верная смерть. Осенью 1949 года Злата и Булат взяли вверх. Одних партизан расстреляли, других отправили на острова смерти Макронисос, Агиос, Евстратиос. В 1957 году я увидел первых вернувшихся с острова. Их не реабилитировали, даже не амнистировали. Они числились в отпуску, не имели права менять резиденцию и должны были регулярно представляться в полицейские участки. Среди них были поэты и художники. Я долго смотрел рисунки, сделанные на клочках оберточной бумаги. Люди в концлагере. Слушал стихи на непонятном языке. Мне казалось, что они посвящены безнадежной любви, но мне переводили. Это были стихи о хлебе, верности, о глотке воды, о потерянной свободе. Когда мы осматривали Акрополь, один из молодых писателей познакомил меня с Манолисом Глезосом. Что о нем рассказать? Все знают, что в 1941 году 20-летний Манолис взобрался на Акрополь, где красовался флаг Третьего Рейха, сорвал его и поднял национальный флаг Греции. Гитлер приказал поймать наглеца и казнить его, но Глезоса не поймали. Он участвовал в сопротивлении и умел прятаться. Его приговорили к казни заочно. После изгнания с Греции гитлеровцев новые власти, поддерживаемые новыми оккупантами, арестовали Глезоса и приговорили его к казни. Но, натолкнувшись на протесты Западной Европы, заменили казнь тюрьмой. В 1951 году афиняне избрали Глезоса депутатом. Выборы были признаны недействительными. Теперь он снова арестован, и жизнь его снова в опасности. Я разговаривал возле колонн Парфенона, как бы твердивших о мудрости, красоте, гармонии с милым, застенчивым человеком, судьба которого была продиктована Акрополем и оказалась несовместимой с ним. Говорил он мне, конечно, не о древнем зодчестве, а о том, как ему удалось сорвать флаг со свастикой. С писателем, книги которого я знал и любил, с Никасом Казанзакисом, мне не суждено было встретиться. Его жена мне написала, что он хотел познакомиться со мной, но когда он был в Москве, я был в Греции. Он умер год спустя. Его книги известны далеко за рубежами Греции, особенно роман «Христа распинают вновь». Это судьба бедных крестьян в деревне Анатолии, и это судьба Греции. Христа распинают века, тысячелетия. Казанзакис умер в возрасте 74 лет, поэту Костасу Варналису теперь 83 года. Мы с ним подружились свыше 30 лет назад, когда плыли на советском теплоходе из Одессы в Пирей. Варналис приезжал на первый съезд советских писателей. О многих греческих друзьях я промолчу. Не хочу способствовать работе ищеек военной хунты, которые хвастают своим весьма сомнительным гуманизмом. На первый завтрак они арестовали всего-навсего шесть с половиной тысяч коммунистов, которых намерены содержать на безлюдных островах. Но о Варналисе все всем известно. Он поэт, получил Ленинскую премию мира. Мы с ним пили вино в таверне Пирея. Он почти оглох, но как пушкинский пророк услышит, как растет трава и как бьется далекое сердце. Незадолго до отъезда мы поехали с греческими писателями в Дельфы. В Древней Греции Дельфы были храмом бога солнца и искусств Аполлона. Во время празднеств в Дельфах приостанавливались все военные действия. Здесь, у подножья горы Парнас, рядом с прославленным родником вдохновения, мы дали друг другу клятвы блюсти мир и дружбу. Среди писателей старых и молодых был высокий плотный стратис Миривилис. Он побывал в Москве. Он академик. Это неветриный юноша. Ему 75 лет. Он много провоевал. Знает, что даже Первая мировая война, которая после Хиросимы нам кажется войной в кружевах, была страшной. Он много прожил, знает человеческую беду. Он говорил мне, не нужно повышать голос ни в искусстве, ни в жизни. Мы не знаем, о чем пророчествовали Пифи, но эти барельефы требуют сдержанности, самоограничения. Наши правители, он чуть усмехнулся, да и не только наши. Скромностью не отличаются, но многое зависит от людей, которые не вправе управлять даже своим домиком. Я подружился с прекрасным поэтом Янисом Рицасом. Он принадлежит к более молодому поколению. Ему теперь 58 лет. Пять из них у него украли. С 1948 по 1953 он промучился на острове смерти. Год назад он прислал мне книгу, сделанный им на греческий, перевод моего сборника стихотворений дерева. Когда я был в Афинах, начиналась кипрская трагедия, и он читал мне отрывки из поэмы о кипрском шофере, который двое суток, сидя в пещере, отбивался от батальона английских солдат. Там были строки. С кем поговорить? Может быть, с этой улиткой? Она ползет по камню. На ее спине часовни. Ей рассказать, но она не услышит. У нее своя часовня. Она молчит. Мне 29 лет, и мне хочется жить. Я вспоминаю мою встречу с одним из руководителей сопротивления киприотов, с архиепископом Макариусом, который незадолго до того был освобожден англичанами. Они его сослали на далекий остров. Острова, видимо, есть у всех. Я думал, что попаду в монастырь, но архиепископ принял меня в небольшом доме, курил, говорил вполне по-светски. Его позвали к телефону, и, вернувшись, Макариус сообщил мне о новом смертном приговоре, вынесенном на Кипри англичанами. Он тихо добавил, этих насильников ничего больше не может устыдить. Все знают, что Байрон хотел сражаться вместе с восставшими греками и умер в Мисолонгелсе. Он был английским поэтом, а правители Англии не тревожила кровь греков. Свыше ста лет Греция была негласной колонией Великобритании. Англичане выдали грекам короля Баварского принца, а когда Баварская династия окончательно скомпрометировала себя, ее заменили датской, к которой подмешали германскую. Мать молодого короля Фредерико, внучка императора Вильгельма. В Дании короли ведут себя тихо, но, оказавшись в Греции, датчане видоизменились, начали активно вмешиваться в политическую жизнь, заключили союз с армией и явно путают, какой век стоит на дворе. На улице Иродоитакского вдоволь пышной и уродливой помещается король Греции и посол Соединенных Штатов. Вряд ли переворот застал их врасплох. Смена попечителей произошла в 1947 году. Решение американского президента могло быть названо манифестом или энцикликой, но у американцев склонность к университетскому языку, и Трумэн окрестил свои притязания доктриной. Англичане скромно отошли на второй план, конечно, не потому, что вспомнили стихи Байрона, а потому, что страна вековых колонизаторов превратилась в полуколониальную базу Америки. Упомяну о моем знакомстве с лидером либеральной партии Георгиусом Папандрео, который семь лет спустя стал премьером, был смещен королем, а теперь находится в госпитале под арестом. Его сына, депутата Андреуса Папандрео, военная хунта грозит отдать под суд за измену родину. Папандрео отец принял меня у себя дома, угостил на террасе чашечкой кофе, а потом предложил погулять по садику. Цвели южные небрежные сладкие розы. Папандрео говорил мне, что он не любит ни коммунистов, ни левую партию ЭДЛ, но он рад встретиться со мной. Греция хочет жить в мире и торговать Советским Союзом. Говорили мы мирно о том, о сём, о том, что в Греции превосходные маслины, что правый премьер Караманлис бессмысленно обозляет студентов, что либералы должны получить на выборах абсолютное большинство, чтобы составить правительство без помощи левых и правых. В конце беседы Папандрео пояснил мне, что не хотел разговаривать со мной в доме, так как не убеждён, что ретивые полицейские не понаставили у него магнитофонов. Я поблагодарил хозяина за любезный приём. Вполне возможно, что военная хунта причислить не только сына, но и отца Папандрео к прокоммунистам. Испанские генералы называли либерала Асандью, каталунских автономистов, баскских католиков красными. Таковы традиции военных переворотов. Коммунистическая партия Греции была запрещена. До 1956 года она грешила сектанством. Художник-отпускник, пробывший много лет на каторжном острове, рассказывал мне, что один догматик грозил ослушнику, читавшему греческий перевод оттепели, лишением пайка воды. Это похоже на скверный анекдот. Когда я был в Греции, молодые коммунисты радостно говорили о происшедших переменах. Много позднее я прочитал о Восьмом съезде коммунистической партии Греции, осудившем политику генерального секретаря, мешавшего объединению левых сил страны. Эда была подлинным объединением различных левых групп и партий. Я увидел многих ее депутатов. Один был крупным буржуа и пользовался влиянием в деловых кругах, другой — социалистом, третий — радикалом во французском значении этого слова, четвертый — коммунистом, пятый — аристократом из бывших монархистов. Казалось, они не могут ужиться друг с другом, но в Греции все возможно, уживались. Я не случайно упомянул Испанию, говоря о последнем перевороте в Афинах. Много раз передо мной вставала старая Кастилья или Арагон. Дело не только в пейзаже. Зеленую античную Грецию давно уничтожили завоеватели от древних римлян до гитлеровцев. Леса не способствуют поддержанию порядка. Рыжие скалы, каменные домишки, прилепившиеся к склону горы, неистовое солнце — все это роднит Грецию с Испанией. Но есть и сходство народных характеров. В обеих странах буржуазия поражала меня своим невежеством, любовью к уродливой мишуре, политической дикостью, но нищие греческие крестьяне, как Арагонские или Кастильские, дорожат совестью куда больше, чем деньгами. В представлении многих — грек, торгаш, подобно еврею или армянину. Трудно сказать, на чем основаны ошибочные представления. Может быть, на баснословном богатстве одинокого Базеля Захарова, одного из королей нефти, а может быть, на оборванце, старающемся всучить английскому лорду обломок Танагры, на династии Бангарса, Киров-Ротшильдов или на злосчастных лавочниках в гетто Нью-Йорка, торгующих селедками и солеными огурцами, на реальном, а может быть, мнимом богатстве десятка армян в Париже, в Каире, в Америке или на пословице об армянском хитроумии. Все это чепуха, попытка объяснить свои неудачи чужими подвохами, жажда сорвать душу на ком-то постороннем. Презрение бедных греческих крестьян к деньгам велико. Накормят, чем есть, напоят и ласково отвернутся от денег. Однажды вечером мы решили пойти без греческих друзей, Белецкий знал прекрасно не только древнегреческий, но и современные языки, в один из бедных кварталов Афин. Посидеть на улице при таверне, поглядеть на будничный вечер народа. Нищета там ужасающая. Это один из верхних пригородов, построенных после проигранной войны с Турцией, когда по мирному договору Греции пришлось принять полтора миллиона греков, выселенных из Малой Азии. Здесь не увидишь ни роскошных псевдоклассических дворцов улицы Ирода Атического или улицы Королевы Софии. Ни небоскребов, ни домов центра города, лишенных стиля и лица, ни блистающих витринами магазинов. Нет, здесь то ли лачуги, то ли бараки, множество детишек на улицах, запах оливкового масла смешивается с вонью нечистот. Мы сели за столик, расположенный на пустой мостовой, и попросили хозяина таверны дать нам бутылку рецины. Так называется вино с примесью смолы, чтобы оно не скисло. Это напиток всей Греции, кроме Крита, где вино свободно от смоленого привкуса. Хозяин долго рассматривал меня, потом принес бутылку и позвал соседа, который тоже на меня уставился. Пошептавшись соседом, хозяин наконец-то спросил Андрея Александровича Белецкого, правда ли, что с ним пришел советский писатель Илья Эренбург. Четверть часа спустя наш столик был заставлен помидорами, огурцами, колбасами, бутылками вина. Все это принесли жители улицы. Матери представляли нам малышей. В доме, где, казалось, и мебели нет, нашлись книги, и меня просили подписаться на зачитанных экземплярах оттепели. Все это было невыразимо трогательно, с той лаской, с тем благородством, которых не увидишь в центре Афин. Настала полночь, мы хотели заплатить хозяину за вино, он сердито замахал руками. Как нам добраться в гостиницу? Мы ведь ехали сюда чуть ли не час, далеко. Откуда-то вызвали такси, и когда, приехав в гостиницу, мы хотели заплатить шоферу, тот ответил, — все уплачено наверху вашими друзьями. Этот вечер описал Борис Полевой, но я не мог не вспомнить о нем, рассказывая про Грецию. Недавно ко мне пришла студентка, которая хочет посвятить себя изучению стендаля. Мы оба говорили о том, что автора «Красного и Черного» увлекали политические бури века. Несколько неожиданно студентка мне сказала. А я, знаете, охладела к политике. Потом она начала рассказывать, что не важно, где капитализм, важно, какие люди, хорошие или дурные, а политика ей просто опостылила. Разве могут разделить чувства этой студентки жители Вьетнама, будь то любитель стендаля или даже наимудрейший буддист? Разве скажет испанский художник или греческий поэт, что ему теперь не до политики? Люди, которые говорят о красоте, о гармонии, которые пристойно вздыхают на панихидах, отнюдь не забывают о политике. Конечно, о своей. Они швыряют бомбы на вьетнамские города, расстреливают студентов в Сан-Себастьяна и сажают в тюрьму поэта Яни Сарицеса. Таковы уроки Греции. Сколько бы у меня ни было сомнений и раздвоенности, я твердо знаю, что совесть не терпит, когда снова и снова попирают справедливость, человеческое достоинство, свободу. 14. 15 января 1958 года скончался Евгений Шварц. В Ленинграде издан сборник «Мы знали Евгения Шварца». Это воспоминания писателей, главным образом ленинградцев, которые в течение долгих лет встречались с Евгением Львовичем и действительно знали его. Мне обидно, что познакомился я с ним поздно. Виделся редко. Помню, как я пытался спасти в 1944 году дракона. Помню его у меня в Москве. Ему нравилось жаркое из баранины на французский лад, нашпигованное чесноком. Встречались мы и в Ленинграде, у Ольги Бергольц, у Григория Козинцева. Приходил он ко мне в гостиницу, но всего этого было мало, чтобы его узнать. И если я пишу о нем, то не потому, что я подметил какие-то неоткрывшиеся другим черты, а только потому, что полюбил его. Я хорошо знал некоторых писателей, часто встречался с ними. Порой они вмешивались в мою жизнь, но порога этой книги не перешли. Почти всегда люди, которым удавалось смешить миллионы людей, сами были мрачными. Можно припомнить описание Николая Гоголя современниками. Можно, и это куда ближе, задуматься над природой Михаила Зощенко. Оба в определенное время пренебрежительно отзывались о своих прекрасных произведениях и безуспешно старались написать книги высокой морали. Евгений Шварц не походил на них. Хотя и умел рожать улыбку, он был человеком жизнерадостным, общительным, любил выступать, дурачиться, ходить в гости, много ел, много пил и запомнился всем, как веселый собеседник. Однако не это притягивало меня к нему, а доброта и глубокая постоянная печаль. Она скорее скрывалась, никогда не была навязчивой, но я ее неизменно чувствовал. Не всегда и шутки Евгения Львовича были веселыми. Помню вечер вскоре после конца войны у Ольги Бергольц. Мы долго рассуждали, что означают некоторые перемены в составе правительства. Шварц молчал. Потом, мягко улыбаясь, сказал, «А вы, друзья, как не садитесь, только нас не сажайте». Это было неожиданно, и, конечно же, мы рассмеялись, но смех был невеселым. В другой раз я рассказывал Шварцу московские новости, сказал, что над камерным театром снова нависли тучи. Шварц огорчился. Он хорошо относился к Таирову, да и наступление сил враждебных искусству не могло не опечалить его. Однако пять минут спустя он не выдержал и начал декламировать шутливые стихи Толстого. «Таирова поймали! Отечество, ликуй! Таирова поймали! Ему отрежут нос!» Потом он начал рассуждать. Конечно, Александр Яковлевич не знал этих стихов, когда выбрал актерский псевдоним. В общем, псевдонимы — опасное дело. Лидин — хороший псевдоним. У Пушкина смеялся Лидин, их сосед, помещик двадцати трех лет. А вот Андрей Белый стал почти что красным. Демьян, бедный, по нашим понятиям, жил богато. Артема Веселого посадили. Это совсем не весело. Мы шли по Ленинградской улице в книжный магазин. Шварц был, как всегда, весел. Потом он спросил меня, кого из русских писателей я больше всех люблю. Я ответил, что Чехова. Евгений Львович остановился и отвесил мне церемонный поклон, как придворный в одной из его сказок. «Приветствую! Чехова любят, наверное, миллионы, но миллионы одиночек. А Льва Николаевича любят дивизии, мощные коллективы, дружные семьи». Когда в 1948 году шла борьба с низкопоклонством, Шварц рассказывал о том, что мы открыли, и добавил. У Чехова патриот говорит «Русские макароны лучше итальянских». Антон Павлович много предвидел. Небо в алмазах мы тоже видели, в 41-м на крыше. Я долго рассказывал Шварцу о домике Андерсена в Одензе, о чемоданах, о большущих зонтиках. Он расспрашивал детально, как будто речь шла о доме его прадеда. А потом сказал, Андерсена датчане сильно прорабатывали. Это очень старая привычка. В общем, короли не любят, чтобы их показывали нагишом. Их можно понять. Это прежде всего неуютно. Шварц был прирожденным сказочником, и на его счастье много лет его называли детским писателем, хотя его сказки зачастую были понятны только взрослым. Детям у нас везло. Я говорю это без иронии, скорее с гордостью. Даже в самые черные годы советские дети знали лагеря пионеров, а о других лагерях не догадывались. Детским писателям было легче, чем тем, которые писали явно для взрослых. Любой тупой педагог все же менее страшен, чем следователь. Шварц как-то сострил по этому поводу. Лучше получить кол, чем попасть на кол. Помню, на втором съезде писатели одну из сказок Шварца назвали вредной пошлостью. Евгений Львович был болен и тяжело пережил обиду. Но это был глупый укол булавкой, копьем его не прокалывали. Да на этом же съезде Ольга Бергольц взяла под защиту Шварца. Были, однако, у Евгения Львовича долгие и унылые неприятности. Я думаю сейчас о пьесе, которая мне кажется самой сильной из всего, что он написал, о драконе. Он начал эту пьесу еще до войны, а написал ее в Душанбе в 1943 году. Год спустя Акимов поставил дракона в Москве. Пьеса была разрешена главреперткомом, одобрена всеми, кому полагалось одобрять или не одобрять, а после первого спектакля ее неожиданно запретили. Я никогда не вмешивался в решение комитета по делам искусств. Не верил, что у искусства есть дела, которыми могут ведать люди, весьма далекие от искусства. Но на этот раз я не выдержал и пошел на совещание, посвященное дракону в комитет по делам искусств. Я не говорил ни об искусстве, ни о той вечной правде, которой посвящена пьеса Шварца. Шла война. Совещание происходило 30 ноября 1944 года. За две недели до этого наши войска прорвались в Восточную Пруссию. Я говорил о том, что дракон — удар по моральной стороне всех закамуфлированных покровителей фашизма. Защищал пьесу Погодин, страстно говорил образцов. Никто из присутствовавших ни в чем не упрекал Шварца. Председатель комитета, казалось, внимательно слушал, но случайно наши глаза встретились, и я понял тщету всех наших речей. Действительно, в заключение он сказал, что из всех мнений вытекает над пьесой «Нужно еще подумать». Он хорошо знал, что совещание — пустая формальность. Дракон был поставлен 18 лет спустя, четыре года спустя после смерти автора. Евгений Львович всегда мучился над последними актами своих пьес. Они ему давались с трудом. Он хотел, чтобы его пьесы были поставлены, а это далеко не всегда удавалось. В дракона он внес много изменений. Он, например, выбросил трогательное воспоминание об убитом драконе. Не помню точно текста, но был в первом варианте горожанин, который грустно вспоминал, что когда дракон дышал на город, можно было приготовить глазунью, не зажигая печи. Однако и в исправленном виде сказка не потускнела. Я еще раз убедился, что художественное произведение, написанное на злободневную тему, если оно создано подлинным художником, не умирает. Недавно опубликовали фантастический роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», написанный 35 лет назад. «Яршалаем. Живой город». И главы, посвященный Понтию Пилату, я читал, как замечательно повествование о нашем современнике. А главы, сатирически изображающие московский быт 20-х годов, на мой взгляд, устарели. Дракон Шварца не зависит от того, какой канцлер теперь в Западной Германии. И пьеса, кажется, будет волновать даже наших внуков. Перед нами город, который находится под властью дракона, 400 лет. Каждый год дракон убивает девушку. И вот отец очередной жертвы говорит, «У нас очень тихий город. Здесь никогда и ничего не случается. На прошлой неделе, правда, был очень сильный ветер. У одного дома едва не снесло крышу. Но это уже не такое большое событие». Странствующий рыцарь Ланцелот удивляется. «А дракон? Ах, это! Но ведь мы так привыкли к нему, он так добр. Когда нашему городу грозила холера, он по просьбе городского врача отдохнул своим огнем на озеро и вскипятил его. Весь город пил кипяченую воду и был спасен от эпидемии. Уверяю вас, единственный способ избавиться от драконов – это иметь своего собственного». Кот понимает, почему его хозяин и дочка накануне гибели веселы. Самое печальное в этой истории и есть то, что они улыбаются. Обреченная девушка рассказывает, что после ее смерти горожане три дня не будут есть мясо. К чаю будут подаваться особые булочки под названием «Бедная девушка» в память обо мне. Сын бургомистра называют дракона, дракошка, драдра. Бургомистр, как испытанный подхалим, говорит своему сыну. «Он, голубчик, победит! Он победит, чудушка-юдушка, душечка-цыпочка, летун-хлопотун! Ох, как люблю его! Ну вот так и доложи!» Отец знает, что сын подослан драконом и в умилении говорит ему. «Ах ты мой единственный, ах ты мой шпиончик!» Карьеру делает крошка. Дракон презрительно поучает ланцелота. Человеческие души любезны, очень живучи. Разрубишь тело пополам, человек околеет. А душу разорвешь, станет послушной и только. Безрукие души, безногие души, глухонемые души, ценные души, легавые души, окаянные души. Знаешь, почему бургомистр притворяется душевнобольным? Чтобы скрыть, что у него и вовсе нет души. Дрявые души, продажные души, прожженные души, мертвые души. Конечно, в итоге пьеса кончается хорошо. В сказке, где имеется дракон, шапка-невидимка и ковер-самолет, плохой конец был бы такой же нелепостью, как счастливая развязка Вани Каренины или в госпоже Бавари. Шварца ругали не за концы, а за начало. Евгений Львович, шутя, говорил. Знаете, почему запретили дракона? Освобождает город некий ланцелот, который заверяет, что он дальний родственник знаменитого рыцаря, возлюбленного королевы Генеевры. Вот если бы вместо него я показал бы Тита Зяблика, дальнего родственника Алеши Поповича, все было бы легче. Однако у запретивших пьесу были куда более веские резоны. Шварц бичевал деспотизм, жестокость, приспособленчество под халимаш. Цепкие души рассердились. Это было в 1944 году не по сезону. Евгений Шварц был не только большим художником, но и воистину добрым человеком. Доброта, вопреки мнению многих, не столь распространенное свойство. Это скорее дефицитный товар. Незадолго перед смертью Шварц написал сценарий по Дон Кихоту для режиссера Григория Козинцева. Все эпизоды фильма созданы Сервантесом, но в картине нет ни одной фразы, переписанной из романа. Диалог написан Шварцем. Дон Кихот Шварца и Козинцева резко отличается от того образа рыцаря, печального образа, который был распространен в нашей стране. Он соответствует пониманию испанцев Мигеля Унамуна и Антонио Мачадо. Дон Кихот и Санчо — два выражения одного лица, и нельзя отделить Дульсинею от Альдонцы. Жесткий реализм сплавлен с вечной романтикой. Я смотрел Дон Кихота в Стокгольме и чувствовал, как оттаивали сдержанные молчаливые шведы. А когда, умирая, Дон Кихот прощается с дамой его сердца, когда он садится снова на Росинанта, а Санчо — на своего осла, чтобы продолжать странствие, я настолько был растроган, что не сразу очнулся. Что к этому добавить? Когда Евгению Львовичу исполнило шестьдесят лет, я его поздравил и в ответ получил от него ласковое письмо. Я и раньше замечал, что руки у Шварца часто дрожали. В последний год его жизни это, видимо, усилилось. Я гляжу на лист с большими буквами, которые содрогаются, как фигуры людей на рисунках Джакометти. Так мог бы подписаться Дон Кихот, избитый реалистами или смертельно раненый ланцелот. Пятнадцатое. 12 лет с 1954 года по 1966 я был депутатом от различных районов Латгалии. Из них 8 лет от города Даугавпилса и соседних районов. Вероятно, избирательные участки доставались мне потому, что в них жили люди различных национальностей. Русские, латгальцы, евреи, поляки, белорусы, литовцы. Разговорным языком почти всюду был русский. Когда перед выборами я приехал в одно старообрядческое село возле Даугавпилса, колхозники, бородатые и похожие на дореволюционных русских крестьян встретили меня с подносом. Хлеб, соль. Они говорили, слава тебе, Господи, прислали русского. Я был русским в отличие от латышей. Депутат Верховного Совета должен тратить свои силы не на коротких сессиях, где он слушает и голосует, а в любое время года. Он выполняет просьбы местных властей и куда чаще обиженных судьбой избирателей. Он адвокат, ходатай, толкач. Даугавпилс стоил мне много трудов, и, вспоминая о нем, я до сих пор чувствую шишки на лбу от пробитых и непробитых стен. Трудно назвать этот город благополучным и спокойным. Он менял наименование. Некогда был Невгиным, потом Динабургом, потом Двинском и после присоединения Латгалии к Латвии сделался Даугавпилсом. Правили им различные власти. Рыцари Литовского ордена, Речь Посполита, Шведские короли, Русские губернаторы, Совет рабочих депутатов, Айссарги Ульманиса, наконец, Советское правительство. В Динабургской крепости томился Вильгельм Кухельберг, Кухля, над судьбой которого мы вздыхали, читая роман Тинянова. В военном городке я увидел мемориальную доску, которая напоминала об этой давней трагедии. Почти полтора века Двинск был уездным городом Витебской губернии, и накануне Первой мировой войны в нем числилось 112 тысяч жителей, больше, чем в губернском Витебске. Я никогда не бывал в дореволюционном Двинске, и сужу о нем по книгам да по рассказам старожилов. Один пенсионер в Даугавпилсе восторженно вспоминал 1905 год. «Все, знаете, кипело. С утра до ночи митинги. Я помню, как выступал один большевик. Его звали Александром. У них были совсем другие имена, чем на самом деле. Он вышучивал царя, как цыпленка. У большевиков был клуб. Туда ходили все, даже солдаты из крепости. Там был товарищ Мефодий. Так если случалось скандальное происшествие, идут не к приставу, а к Мефодию, честное слово. Пели на бой кровавый, святый и правый. Марш, марш, вперед, рабочий народ! Митинги устраивали и на площади, и в театре, и в синагоге. Равин прибежал кричить «Ша!» Не тут-то было! Потом я узнал, что Мефодием был Мануильский, с которым я в молодости встречался в Париже. По официальным данным, в Двинске в 1914 году было четыре театра и три кинематографа. Первый русский театр открылся в Динобурге в 1857 году. Антрепренер, он же актер Медведев, писал, что Динобург был беднейшим и грязнейшим городом России, но любители пробирались в театр по темным улицам. Треть жителей в дореволюционном Двинске были евреи. За шесть недель до начала Первой мировой войны в Двинск приехал Шалом Алейхим, читал в театре свои рассказы. Он писал одному из своих друзей. Такого приема, как в Двинске, я не видел нигде. Вокзал был заполнен еврейской молодежью, засыпан цветами, и всю дорогу от вагона до кареты покрыли цветами. Офицеры, жандармы, полиция чрезвычайно удивлялись. Одни говорили, что это приехал знаменитый раввин, другие, что это, наверное, еврейский чехов или горький. На вечер пришло столько народу, что пришлось его повторить. В Двинске родились советские билетристы Добычин, Кононов и Александр Избах. По словам литературной энциклопедии, Добычин, автор трех книг, был талантливым писателем, но критика его обвиняла в том, что он сгущает мрачные краски, описывая действительность. В 1936 году, не дожидаясь оргвыводов, Добычин, которому было 42 года, кончил жизнь самоубийством. Не знаю, как сложилась жизнь Кононова. Избах хлебнул горе. Его обвиняли в космополитизме и отправили в концлагерь, где его грозили убить бандеровцы, в свою очередь не жаловавшие космополитов. Однако он вернулся живой и сохранил до сего времени энтузиазм былого комсомольца. В годы 1919-1940 Даугавпилс захерел. В нем осталось 40 тысяч жителей. Уехали ремесленники, лавочники, позакрывали многие фабрики. Большая советская энциклопедия писала, что во времена Ульманиса Рига рассматривала Латгалию как полуколониальную страну. Домов не строили, кроме одного, который должен был доказать жителям Даугавпилса, мощь Латвии. Это было здание с двумя большими залами. Театр и концертный зал с бассейном для плавания, гостиницей и музеем. Жилищного кризиса не было, так как население уменьшилось втрое. Во время войны было разрушено полностью 1687 жилых домов и частично 1490. В 1914 году в Двинске было 6300 жилых домов. После Отечественной войны две трети домов были разрушены, а население начало расти. Правда, меньше стало уроженцев города. Евреев, не успевших эвакуироваться, Даугавпилс был занят гитлеровцами на четвертый день войны. Сначала переселили в гетто, а потом убили в одном из пригородов. Часть чиновников Ульманиса убежала в Швецию. Зато многие демобилизованные поселились в Даугавпилсе. У одного гитлеровцы сожгли дом, у другого убили семью. Третий за годы войны отвык от прежнего быта и пытался устроиться на новом месте. Когда в начале 1954 года я впервые приехал в Даугавпилс, многие семьи ютились в темных подвалах, в бараках, даже в военных убежищах, где люди прятались от бомб. На одну душу приходилось четыре квадратных метра жилплощади, чуть больше, чем полагается мертвецу на кладбище. Разрушенные частично дома залатали. Счастливчики устроились. Кто получил квартиру, кто построил домишко. В 1956 году приходилось на человека пять метров, в 1960 году шесть. Однако эти цифры не отражали действительности. Ведь были в городе и люди, занимавшие просторные квартиры, а были и семьи из четырех-пяти душ, которые задыхались на шести квадратных метрах. Передо мной были не цифры, а живые люди, ждавшие меня с раннего утра в приемной. Чуть ли не каждый день я получал письма, и большие кривые буквы кричали. «Мы не живем! Мы мучаемся и гибнем! Спасите!» Мне сейчас тесно от множества папок с письмами из Даугавпилса. Меня вступает давняя тоска. Я взял наугад несколько десятков писем. Мицкевич писала. «Я понимаю, что вы тоже человек, хотя и больших заслуг». Она пишет, что живет с мужем и двумя детьми в комнате из одиннадцати квадратных метров. Стоит на очереди остро нуждающихся в жилплощади с 1950 года, а пишет она в 1958 году. Инвалид Дермидович жил на чердаке с вертикальной лестницей пять с половиной метров. С ним жена и четырехлетний ребенок, который дважды падал с лестницы, получая тяжелые ушибы. В 1959 году Дадыкин с женой и двумя детьми и с братом помещались на десяти квадратных метрах. Дворник пединститута Сергеенко жила у родителей. Там было шесть душ и девять квадратных метров. Адвокат Гейн, шестидесяти лет, жил со старшей сестрой в конуре. Они спали по очереди на одной кровати, поставить другую не было места. Спали на табуретах. Тринадцать лет он стоял на очереди. Чумилова жила на десяти метрах с мужем, у которого был острый туберкулез и с тремя детьми. Она была на очереди с 1957 года в 689, а в 1960-м в 676. По такому расчету я получу комнату через 30 лет после смерти. Сергеева проживала в аварийном доме. Лестница обвалилась, печь не действовала, прожила на так семь лет. Пастора с ребенком жила в сырой коморке пять с половиной квадратных метров шесть лет. Я писал о ней, просил, наконец ей дали комнату. Вы спасли моего ребенка от верной смерти. Семья Шутова из восьми человек едилась в развалившейся комнате на пяти квадратных метрах. Актер городского театра Демидов вместе с другими актерами жили в служебном помещении шесть квадратных метров. С ними ночевала молодая актриса, которая, не вытерпев таких условий, уехала в другой город. Уборщица Дмитриева должна была платить частнику за угол 10 рублей, а получала она 30 рублей в месяц. Мужа не было, но был ребенок. Жуковы с ребенком имели пять квадратных метров при кухонное помещение. Скреба, бывшая подпольщица при немецкой оккупации с мужем и тремя детьми, жила на шести квадратных метрах. Ансайнс писала, «Живу с матерью, которой 73 года, на кроватном месте. Три сына матери погибли на Отечественной войне. Четвертый получил контузию и стал инвалидом. Разве не смехотворно, что за пять лет мы продвинулись всего на четыре номера?» Работница красного мебельщика молила, «Не могу дольше жить с мужем и четырехмесячным малышом в кладовке, при том проходной с семи метров». Муж Сазоненковой погиб, она работала и получала в старых рублях в месяц 230 рублей. Из них она платила частнику за комнатку 60 рублей, за свет 15. Жила она за городом, и 15 рублей обходился проезд трамваем к месту работы. У нее был сынишка. Остается 135 рублей, на них мы никак не можем прожить. Сейчас зима, холодно, не отапливают. Как дальше быть? Масляковой дали 10 метров, но в аварийном доме. Печь не действовала, и дверь была стеклянная. С ней жил отец 83 лет и больной ребенок. Педагоги Семеновы и дочь 8 лет жили в 4 километрах от города на 7 квадратных метрах. Хватит считать квадратные метры и мерить человеческое горе. Я мог бы привести сотни сходных жалоб, но я пишу не доклад председателю исполкома, а книгу воспоминаний. Пусть читатель представит себя на полутора-двух квадратных метрах. Здесь ему не до чтения мемуаров, а повесится только, как это сделал один рабочий Даугавпилского завода. В 1957 году пленум горсовета принял резолюцию. Исполком горсовета допускал серьезные ошибки в распределении и закреплении жилплощади. Зачастую жилплощадь предоставлялась гражданам без установленной очереди. Так в этом году из 111 семей, получивших жилплощадь, 44 семьи не стояли на очереди. Местные власти объясняли мне, что им приходится предоставлять квартиры специалистам, советским и партийным работникам, которых присылает Москва или Рига. Были, наверное, и злоупотребления. Я много раз предлагал, чтобы списки стоящих на очереди были вывешены в полкоме. Каждый мог тогда бы проверить, кому дали квартиру или комнату в построенном доме. Но мои предложения неизменно отклонялись. Все же дело было не в ломтях хлеба, неправильно распределенных, а в недостатке муки. С 1960 года начали больше строить жилые дома, и положение несколько улучшилось. Конечно, все условно. В справке, представленной мне исполкомом 1 августа 1960 года, в Даугавпилсе жили в домах аварийных и подлежащих сносу 1267 человек, а на очереди за получением жилплощади числилось 3336 душ. Следовательно, всего 4603 человека жили в тесноте и в обиде. Но дома строили, и у злосчастных обитателей лачуг или подвалов появилась надежда. Я не раз обращался к председателю Совета Министров СССР и в секретариат Центрального комитета и в 1954, и в 1957, и в 1960 году. Просил ускорить строительство жилых домов и промышленных предприятий, которые позволили бы дать работу женщинам. В 1957 году в Даугавпилсе на заводах и фабриках в различных мастерских работали всего 8400 человек, а о трудоустройстве просили 6000. Главным образом женщины, которые не могли рыть землю или таскать камни. Я поддержал просьбу горкома и горосполкома построить часовой завод, кабельный завод, крупную трикотажную фабрику, расширить завод электроинструмент, фабрику красный мебельщик и мясокомбинат. Часть предложений была принята, и в этом вопросе, чрезвычайно остром, также наметилось улучшение. Остро стоял вопрос о пенсиях. Старые обитатели Даугавпилсе по большей части не обладали документами о прежней работе. Передо мной одно из последних дел. Трофимову назначили в 1950 году пенсию, а 10 лет спустя перестали ее выплачивать. Пересмотрели документы и заявили, что он не доработал до срока трех месяцев. Старику было 83 года, и работать больше он уже не мог. Выяснилось, что отдел социального обеспечения при эвакуации сжег документы. Дело перешло в латвийское министерство, и год спустя признали, что виноват отдел и удовлетворились свидетельскими показаниями. Он начал получать, как указывал документ, 30 рублей 71 копейку. Порой я помогал местным властям. Я раздобыл, например, 4 километра рельсов для ремонта трамвайного пути. Порой мне приходилось бороться с затверженными навыками прежней эпохи. Парк и скверы были в жалком состоянии. Отвечали, нет средств. Между тем, отпущенные на озеленение города деньги потратили на часы из цветов, которые вскоре остановились. Освещали, как бродвеет, центральную площадь возле гостиницы и путь до нее от вокзала. А улицы окраин вовсе не освещались, и остряки называли их костоломными. Я написал об этом статью в местной газете, которая не всем понравилась. До часа дня в городе нельзя было позавтракать. Рестораны предпочитали вечерние часы, когда посетители пьют не чай, а водку. Командировочным в гостинице ничего не отпускали. Конечно, это мелочь по сравнению с проблемами трудоустройства и жилплощади. Почему я посвятил Далгов Пилсу главу, может быть, скучную для читателя? В этом неблагополучном городе я узнал изнанку жизни. Мне было под 70, изнанка не могла скрыть от меня лицевой стороны, и видел несчастья и успехи, пот людей и горы канцелярской бумаги. Писателю нужно знать все. Я знаю молодых авторов, которые написали по одной хорошей книге, а потом, перекочевав в Москву, стали ездить в международных вагонах в Ялту и встречаться только со своими коллегами. Не мудрено, что ничего путного они больше не писали. Учиться надо и в старости, иначе придется умереть задолго до смерти. Я рад, что участвовал в повседневной жизни города. Не знаю, почему именно мне пожалованного. Знаю я философов, которые, прочитав такое, пренебрежительно отмахиваются. То малые дела. Обычно подобные рассуждения исходят от людей с весьма передовыми идеями, но с душевной ленью. Нет малых дел. Есть работа и есть безделие. Есть участие и холод сердца. Вот почему я и написал про мой Далговпилс. В седьмой части этой книги я писал о годах, о людях и куда меньше о своей жизни. Правда, события, о которых я рассказывал, разуверения и надежды были тесно связаны с моей судьбой, но они не отделены ни от меня, ни от читателей длинными десятилетиями. Их помнят даже молодые. Перестав быть газетными новостями, они еще не стали историей. Это заставило и заставляет меня многое опускать. Повествование становится суше, чем того хотелось. Осенью 1957 года я неожиданно для себя начал писать стихи. Это было в яркий, холодный день осени. Я стучал на машинке, поглядел в окно, и вдруг, порывом ветра вспугнуты, взлетели мертвые листы. Давно растоптаны, поруганы, и все же, как любовь чисты. Большие, желтые и рыжие, и даже с зеленью смешной. Они не дожили, но выжили и мечутся передо мной. Но можно ли быть такими чистыми? А что ни слова, ни в попад. Они живут, но не написаны. Они взлетели, но молчат. Так я закончил первое стихотворение, написанное после перерыва в десять лет. Все, что приключилось в мире за последнее десятилетие, заставляло меня часто и мучительно думать о людях, о себе. Эти мысли выходили из рамок исторических оценок, ставились невольными итогами длинной, трудной и зачастую сбивчивой жизни. Помню, как Фадеев, защищая поэзию Ольги Бергольц, советовал ей отказаться от термина «самовыражение». Действительно, много слов, начинающихся с предлога «сама», звучат скорее порицательно. Самовластье, самоуправство, самохвальство, самочинство, самообожание, самонадеянность, самодовольство и так далее. Однако лирическая поэзия слишком часто является именно самовыражением или, если слово не нравится, дневником. В отличие от дневников, стихи могут быть связаны с одним часом или с долгими годами жизни, но они неизменно рассказывают о том, чем жил автор, о его мыслях и чувствах. Разумеется, не каждый читатель примет то или иное стихотворение за выражение его мыслей и чувств, но каждый, прочитав то или иное стихотворение, неожиданно удивится, как точно выразил поэт то, о чем он смутно думал. Шестьдесят лет назад Брюсов провозглашал «Быть может, все в жизни лишь средство для ярко певучих стихов». Это было одним из многочисленных литературных манифестов, и, конечно, для самого Брюсова многие события и личные, и общественные были не средством, а сущностью. Мой поэтический дар и мастерство весьма ограничены, и, вспомнив еще раз слова на Само, я вправе сказать, что никогда не страдал самообольщением. Мои стихи — это дневник. В списке членов Союза писателей я значусь с прозаиком. Если в книге воспоминаний я не раз останавливался на моих стихах, и теперь снова к ним возвращаюсь, то только для того, чтобы рассказать о самом себе. Стихи отвлечения и, вместе с тем, конкретнее прозы, в них можно рассказать о большом, не впадая в ту нескромность, которая всегда мне претела. Я рассказывал, как двадцатый съезд потряс и моих соотечественников, и граждан зарубежных стран, как в любой советской семье шли разговоры полной страсти, как один из французских догматиков мне говорил, «У вас происходит термидор», как Рожеваян плакал одновременно и над Сталином, и над его жертвами. Может быть, иному читателю может показаться, что я наблюдал события 1956 года со стороны, как беспристрастный летописец? Нет, я многое передумал, и буря противоречивых страстей трепала меня, как утлая суденышка среди разъяренного моря. В 1938 году, думая над тем, что происходит в нашей стране, я писал стихи, полные отчаяния. «Да думать не дай, оборви, молю этот голос, чтоб память распалась, чтоб та тоска раскололась, чтоб биться с врагом, чтоб штыком под бомбы, под пули, чтоб выстоять смерть, чтоб глаза в глаза заглянули. Не дай доглядеть, окажи, молю эту милость, не видеть, не вспомнить, что с нами в жизни случилось». Двадцать лет спустя, узнав и пережив многое, я думал над тем, что с нами в жизни случилось. Обращаясь к воображаемым детям Юга, я говорил, «Да разве им хоть так, хоть вкратце, хоть на минуту, хоть во сне, хоть ненароком догадаться, что значит думать о весне, что значит в мартовские стужи, когда отчаянья берет, все ждать и ждать, как неуклюже зашевелится грузный лед. А мы такие зимы знали, вжились в такие холода, что даже не было печали, а только гордость и беда». Я говорил, что не мог поверить во многое из того, что писали или говорили о врагах народа. Никогда я не подписывал обращений, требовавших смерти мнимых предателей. Однако я не хочу выставлять себя как мудрого и смелого изгоя. Подобно всем моим соотечественникам, я вжился в зимы сталинских лет. В декабре 1949 года я написал статью «Большие чувства» и в ней рассказывал о том обожании Сталина, которое я видел и у нас на фронте, и в Испании, и среди французских партизан. Эта статья может быть справедливо отнесена к потоку приветствий. А божествление человека тогда мне казалось цементом нашего общества, порукой, что идеи октября будут ограждены от врага. Я не думал оправдывать себя. Не веруя, я поддался всеобщей вере. Я проклинал слепую веру. Вера очки и шоры. Вера двигает горы. Я человек не гора. Вера мне не сестра. Видел, как люди слепли. Видел, как жили в пекле. Видел, билась земля. Видел я небо в пекле. Вере не верю я. Порой, задумываясь о недавнем прошлом, я сурово судил и себя, и всех, с которыми встречался, плотное молчание, как густой туман, стоящий вокруг, шепоток, какой-то загремел, и обычные каждодневные заботы. Я писал о том, что казалось мне воздухом в шахте, глотком воды в каменной пустыне. Есть надоедливая вдоволь повесть, как плачет человеческая совесть. Она скулит, что день напрасно прожит, и что не лезет вон никто из кожи, что убивают лихо изуверы, и что вздыхают тихо маловеры. Она скулит, никто ее не слышит, ни ангелы, ни близкие, ни мыши. Да что тут слушать? Плачет и не жалко. Да что тут слушать? Есть своя смекалка. Да что тут слушать? Это ведь не дело, и это всем смертельно надоело. Что меня поддерживало? Верность. Я повторялся. Еще в 1939 году я написал стихотворение «Верность». Так назывался и сборник стихов. Грусть и мужество не расскажу. Верность хлебу и верность ножу. Верность смерти и верность обидам. Вреда сердца не вспомню, не выдам. И сердце целься. Пройдут по тебе верность сердцу и верность судьбе. В 1957 году я окончал стихотворение о вере. Верю тебе лишь верность, веку, людям, судьбе. Вспоминая пути и перепутья моей жизни, я видел в них некоторую единую линию. Одна судьба, не две у человека, и как дорогу тут не назови, я верен тем, с которыми полвека шагал я по грязи и по крови. Грязь и кровь для меня были не логическим следствием идей октября, а их попранием. Я не мог понять некоторых зарубежных друзей, которые еще недавно прославляли не только Сталина, но и его опричников, адаписцев и богомазов, а услышав правду о недобрых годах, усомнились в самой возможности более справедливого общества. Религии знали фанатиков и отступников, они держались на вере и на отказе от веры. Но как все это далеко от поединка между старым и новым миром? Меня поддерживал героический труд нашего народа, его самоотверженность в годы войны, его творчество, загнанное под землю и все же пробивавшиеся из-под земли живыми родниками. Стихи я писал не в 1956 году, а в 1957-1958 годах, когда наступили заморозки, когда Никита Хрущев перед Мао Цзэдуном восхвалял Сталина, когда любой расторопный газетчик выливал на меня ушатой грязи. И все-таки я знал, что земля вертится, что к прошлому нет возврата. Я писал о часовом. Быть может, и его сомнения мучают, хоть ночь длина, обид не перечесть, но знает он, ему хранить поручено и жизнь товарищей, и собственную честь. Мои стихи не ограничивались теми сложными и трудными вопросами, которые стояли перед всеми нами после 1956 года. Я впервые ощутил свой возраст. Нужно было многому научиться в той науке, которой не преподают ни в какой школе. Я говорю о соседе, которого знал слишком хорошо. Погодите, прошу, погодите, поглядите, прошу, поглядите, под поношенной стертой кожей бьется сердце других моложе. Я писал о подбосковном саде, в котором многие цветы зацветают накануне первых заморозков, и признавался. И только в пестроте листвы кричащей, календарю и кумушкам назло, горит последнее большое счастье, что с дуру куром насмех рассвело. Я впервые усомнился в том материале, с которым связал свою длинную жизнь, верности и точности слова. Конечно, я и раньше страстно любил стихи Тютчева о молчании и часто повторял про себя. «Молчи, скрывайся и таи». Но те опавшие листья, с которых я начал первое стихотворение, были именно словами «бессилием выразить себя». Мне казалось, что я чувствую природу слова, его цвет, запах, нежность или грубость оболочки, но любое слово падало в бессилии, повышавшее или принижавшее. Я видел, что не могу сказать того, что хочется. Ты помнишь, — жаловался Тютчев, — мысль, изреченная, есть ложь. Ты и так и не успел подумать, что набежит короткий час. Когда не закричишь дискантом, не убежишь, не проведешь. Когда нельзя играть в молчанку, а мысли нет, есть только ложь. Это было не только признанием своей поэтической беспомощности, да и не только самовыражением. В повести грековой, напечатанной пять лет спустя, я нашел такой разговор молодых сотрудников лаборатории о моих стихах. Ведь он не нов, ведь он готов, уютный мир заемных слов. Лишь через много-много лет, когда пора давать ответ, мы разгребаем, да, кажется, разгребаем, мы разгребаем груду слов, ведь мир другой, он не таков. Слова швыряем мы в окно, и с ними славу заодно. Что это? Постой, что это? Не что, а кто, дурья голова. Ну, кто это? Это он, Эренбург. Мне кажется, что в этой главе я хотя бы условно и, наверное, художественно маловыразительно рассказал о моей жизни тех лет, о клубке, где сплелись различные нити. Может быть, читатели о многом другом догадаются. Они ведь не далекие потомки, а мои современники. Семнадцатое. Осенью 1959 года я впервые увидел Армению. Слишком поздно, мог бы я сказать себе, но в старости любовь глубже. На Ереванском аэродроме меня и Любу встретили сариян, писатели, старые и молодые. Нас отвезли в гостиницу. Все поднялись в номер, и, подойдя к окну, один писатель воскликнул. «Отличная комната! Не видно памятника!» Над городом выселась огромная статуя Сталина. Подобные памятники можно было увидеть еще в любом городе, но по размерам он был исключительным, вместе с постаментом свыше 50 метров. Виден он был отовсюду, и жители Еревана сокрушались, что не успели его убрать в 1956 году. После 22-го съезда памятник снесли. Остался постамент, а поэт Геворг Эмин писал. «Стоят без монументов пьедесталы. Пусть пьедестал, но все еще тяжел. Пора разрушить камни пьедестала. Разрушим их, чтоб никогда не встала на них гранитная пята». Вечером в ресторане официант принес нам бутылку шампанского, вставленную в корзину с фруктами. Я удивился. Он пояснил. «Посетители подносят». Я знал кавказское гостеприимство, но меня удивило, что люди, заплатившие за шампанское, не подошли к нашему столику с пышным тостом. Вскоре я понял, что в армянах страстность и непосредственность сочетаются с душевной сдержанностью. Мне придется напомнить об истории. В 1926 году я был в Трапезунде. Работник советского консульства показывал мне изуродованные статуи древнего армянского храма и рассказывал, как 10 лет назад турки по приказу министра внутренних дел Таалата Паши уничтожили всех армян. Они загоняли злосчастных на транспорты, уверяя, что отвезут их в Севаз. Транспорты вскоре вернулись пустые. Армян сбросили в море. Во всей Турции армян якобы переселили в другие области. На самом деле их уничтожали, убивали в горных ущельях, кидали в море, оставляя без воды и в пустыне. Некоторое количество красивых девушек поместили в публичные дома для солдатни. А вообще убивали всех – и женщин, и стариков, и грудных младенцев. Это было первым опытом геноцида. Гитлеровцы убили 6 миллионов евреев. Млада турки – полтора миллиона армян. Если 800 тысяч армян добрались до России, до стран Арабского Востока, до Франции и Соединенных Штатов, то объясняется это отсутствием немецкой аккуратности, отсталостью техники. У турок не было газовых камер. Нацисты учли опыт турецких изуверов. В 1939 году на секретном совещании фашистов в Оберзальцбурге Гитлер, изложив план поголовного истребления евреев, добавил «Нечего обращать внимание на общественное мнение. Кто теперь помнит об истреблении армян?» В наш век национализм повсеместно торжествует. Однако нужно уметь отличить память об убитых от памяти убийц. Чувства армян мне понятны. Исчезла Западная Армения, изумительные памятники древнего зодчества, традиции от высоких мастеров раннего средневековья до молодых писателей начала нашего века. Уцелевшие рассеяны по всему свету. Из трех армян один далеко от Еревана. Может быть в Беруте, в Леоне или в Детройте. Для любого армянина Арарат, который высится над Ереваном, тень растерзанной Западной Армении. Арарат изображают на холстах и на пачках сигарет, на коньячных ярлыках и на пригласительных билетах. После Второй мировой войны 200 тысяч армян переехали в Советскую Армению. Многие прижились, но были и неподдающиеся пересадки. Вероятно, они поддались своим чувствам и недостаточно знали о социальном строе и о быте нашей страны. Один мастер-ювелир мне жаловался. В Каире он изготовлял художественные безделушки и жил припеваючи. А что ему делать в Ереване? Дантист привез из Берута оборудование зубоврачебного кабинета. А тут ему сказали, что он не имеет права заниматься частной практикой. Со многими мне пришлось разговаривать по-французски. Не знали русского языка. На толкучке женщины продавали привезенное из Франции барахло. Подросток, приехавший с отцом из Франции, называл себя сюрреалистом, писал стихи на французском языке и мечтал вернуться к матери, которая осталась в Париже. Я пошел в мастерскую художника Галинца. Он приехал в Армению из Ливана. Он жил и работал в сарае, который трудно было назвать мастерской. Он не жаловался, хотя интервью со мной три дня держали в редакции, уговаривая снять имя формалиста Галинца. Ему помогал в Москве известный физик Али Хапьян. Время еще было трудное. К 1959 году холсты Герасимова среди некоторых чиновников считались образцами искусства. Галинц в конце концов победил. В Ереване выставили его холсты. Вскоре после этого он умер. Патриотизм армян обострен. Подчас он может показаться иступленным, но никто не спутает его с шовинизмом, отрицающим чужую культуру, и никто не назовет его провинциализмом. Кажется, среди армян я не встречал людей, чуждых идей интернационализма. Я вспоминаю встречу в Москве с Аветиком Исаакианом. У него было лицо с множеством морщин, похожее на древний пергамент, лицо философа и ашуга. Александр Блок писал, «Поэт Исаакиан первоклассный. Может быть, такого свежего и непосредственного таланта теперь во всей Европе нет». Исаакиану повезло. Его переводили задолго до стандартизации переводов, переводили поэты Блок, Брюсов, Пастернак, Ахматова. Стихи его не всегда были светлыми. Он умер в 82 лет, половину из которых прожил далеко от родины. В старой поэме об Абу Алла Маари, посвященной уходу от жизни знаменитого арабского поэта XI века, он писал, «Людей и народ покинули мы, закон, справедливость, отчизну, права. Иди все вперед! Покинули мы лишь оковы и цепи, обман и слова. Что слава! Сегодня возносит тебя, именуя, ликуя, к последней черте, а завтра с презреньем комендьями бьют и топчут, повергнув своей слепоте. Да что и отчизна, глухая тюрьма, поле брани и злобы, где правит толпа, где тиран беспощадный во славу свою в пирамиду слагает жертв черепа. Ненавижу я чернь, раболепна, тупа, она повторяет любой глупый толк, но духа-гонитель, насилья упор, она власть, почуяв, свирепа, как волк. И общество что? Только лагерь врагов, где все неизменно в презренном плену. Оно не выносит паренья души, стремленья свободной души вышину. «Общество обруч, сжимающий дух, ужасающий бич, свистящий под смех, ножницы жизни, что режут людей, чтобы равными сделать, похожими всех». Это перевод Брюсова, один из лучших, но все же помеченный тяжелым шагом поэта, который называл свою мечту валом. Я прочитал давно поэму о багдадском поэте во французском переводе. Там не было рифм, и поэтому более верными были эпитеты и внутренний ритм стиха. Часто потом я вспоминал Абу Алла Марий. Кто же, прочитав эту поэму, скажет, что поэзия Армении носит ограниченно национальный характер? Ереван – новый город. Он вырос из большого восточного села с домиками, окруженными садами. Новая архитектура всех советских городов мало чем отличается. Дворец культуры в Таллине – родной брат Бакинского или Иркутского. Ереван отличает строительный материал. Дома здесь розовые. Отличает этот город и другое. В 1959 году я увидел памятник поэту Егиши Чаренцу. Потом мы поехали с Арианом к арке Чаренца. Там на камне его стихи, а перед глазами – горы и необычайно зеленая долина Арарата. Главное, что отличает Ереван от других советских городов – это характер обитателей. Не будучи злопамятными, они никак не хотят отказаться от памяти, видя в ней прерогативу человека. Они необычайно трудолюбивы. Достаточно сказать, что многие виноградники выращены на земле, принесены к уступам скал, или что в горных местах накануне холодной континентальной зимы виноградники укрывают, как в подмосковных садиках, розы. У армян нет нашего авось. В то же время это мечтатели, философы, поэты. Будучи людьми вполне современными, прекрасными физиками, астрономами, химиками, инженерами, в глубине домов, вернее, в глубине сердец, они помнят язык горного ключа. Они меня многому научили. Я напишу в одной из следующих глав о Сарьяне. Я лучше понял его живопись, увидев Армению. Это край искусства. Стоит посмотреть на развалины храма V века, на скульптуру Средневековья или много позднее на портреты Святоняна в картинной галереи Еревана, увидеть собрание древних миниатюр, чтобы понять не только творчество Сарьяна, но особенности армянского глаза, веками воспитанного на подлинном искусстве. Вот почему выставка «Фалька» открылась в Ереване прежде, чем в Москве. Как-то поехали с поэтом Эмином в священный город Эчмелзин. Там много памятников прошлого, и там резиденция католикоса. Возген первый незадолго до этого приехал из Румынии и, кроме армянского, прекрасно владел французским языком. Он пригласил нас к себе, и я увидел в его кабинете хорошие монографии «Матис, Ренуар, Банар». Я спросил его, любит ли он современную живопись. Он, улыбнувшись, ответил, «Я люблю все прекрасное. Видимо, он не только католикос всех армян, но отменный дипломат, да и живой человек». Наирий Зариян пережил в отрочестве страшную резню армян. Он родился в Западной Армении. Такие вещи делает человека мудрым. В марте 1963 года, побывав на встрече, где меня ругали, он пришел ко мне и сказал, «Не обращайте внимания». Мне пришелся по душе веселый и печальный Эмин. В нем жива извечная самозащита поэта, романтическая ирония. Я встречался со многими писателями. Одни говорили, что наилучший жанр — лирика, другие восхваляли эпопею, третьи — короткую новеллу. Были среди них и критики. Одни были смелыми, другие — осторожными, одни — талантливыми, другие — бездарными. Но, кажется, ни один не увлекался жанром, который нельзя назвать иначе, чем доносами. И это было так же приятно, как хлеб-лаваш или душистые персики. Воздух Армении придал мне силы. Восемнадцатое. Иногда незначительные происшествия остаются в памяти и заставляют о многом задуматься. Я хочу рассказать злополучную историю моих многолетних попыток ввести в наш обиход зимний салат, который на Западе называют ветлуфом, белая головка или брюссельским цикорием. Бельгийцы действительно усердно выгоняют этот салат, экспортируют его в различные страны Запада, за что получают ежегодно около 8 миллионов долларов. Почему прелестил меня этот салат? Я много лет прожил в Париже и привык зимой есть свежий салат. У нас свежие овощи можно найти в магазинах или на рынке с мая по октябрь, а в остальное время года ничего свежее квашеной капусты, соленых огурцов или в лучшем случае зеленого лука не достанешь. Когда-то давно я привез из Парижа пакет семян брюссельского цикория. Посеял, выросли огромные изумрудные листья. Я их попробовал и долго отплевывался. Салат оказался горче хинина. Оказавшись в Брюсселе, я рассказал Изабелле Блюм о своей неудаче. Она повезла меня в высшую сельскохозяйственную школу, где меня научили, как следует выращивать ветлов. Ветлов. Оказалось, что его босевают в начале лета. После первых заморозков листья отрезают, а корнеплоды, похожие на крупную морковь, кладут в погреб. Ветлов можно выгонять с октября по апрель в ящиках с любой землей, под стеллажами теплиц или в другом темном помещении. Ровно через месяц получаются кочаны. Они не зеленые, а почти белые. Этот салат как бы предназначен для условий Центральной и Северной России. Зимой дни у нас куции, и ничего другого не вырастешь без дорогого подсвечивания. Я подружился с молодым научным сотрудником Темирязевской академии Василенко, человеком одаренным и, как у нас говорят, по своей природе, новатором. Я отдал ему семена и бельгийскую книгу о культуре Ветлоуфа. Он увлекся. Мы оба выгоняли зимний салат. Я для того, чтобы его есть, а Николай Григорьевич скорее для торжества правильной идеи. В конце 1959 года мы решили, что следует попытаться открыть широкий путь для Ветлоуфа. Мы предложили вечерней Москве напечатать небольшую статью. Оба ее подписали. Василенко уже успел защитить работу о капусте и стал кандидатом в сельскохозяйственных наук. В январе та же газета поместила отчет о лекции Василенко перед специалистами о культуре Ветлоуфа и статью почетного академика Эдельштейна, 80-летнего ученого, пользовавшегося большим авторитетом, который горячо поддерживал наши апологии Ветлоуфа. Мы живем в век повсеместного улечения самодеятельной медициной. Достаточно напомнить, что журнал «Здоровье» у нас самый распространенный, и статья Виталия Ивановича должна была восхитить читателей Вечерки. Он рассказывал, что Ветлоуф не только вкусен, но чрезвычайно полезен. Он содержит неведомые мне вещества Индии и инулин. В марте 1960 года Вечерняя Москва устроила встречу различных влиятельных людей, как, например, управляющего конторы «Сорт-7 овощ» и директоров крупных овощных совхозов со мной и с Василенко. Приглашенных Николай Григорьевич угостил заправленным салатом ветлов. Кушали, хвалили, напечатали отчет с фотографиями, но дальше дело не пошло. Нужно было купить семена в Бельгии, а никто не решался использовать на это несколько сотен долларов. Режим экономии. На дегустации в редакции «Вечерней Москвы» присутствовал корреспондент бельгийской коммунистической газеты, который поспешил сообщить о внедрении Ветлоуфа в меню советских граждан. Во время сессии Верховного Совета Корничук решил передать Хрущеву медаль Всемирного Совета Мира. Во время перерыва он повел Тихонова, Котова и меня в коридор, куда вышел Хрущев. Поблагодарив нас за медаль, он вдруг обратился ко мне. «Я вашу статью о зимнем салате прочитал дважды. В первый раз я думал, что вы пишете о политике, я ведь не знал, что вы занимаетесь и огородничеством. Я понял, что Фортуна может улыбнуться Ветлоуфу и спросил Никиту Сергеевича, не хочет ли он попробовать салат. Он ответил, охотно. В тот же вечер я разыскал Василенко и попросил его послать Хрущеву Ветлоуф. В Темирязевке кочаны получились красивее и крупнее, чем у меня. Месяц спустя Николай Григорьевич рассказал мне, что салат, видимо, пришелся по вкусу, часто приходят и требуют кочаны. Прошел еще месяц и Василенко вызвали в учреждение ведащи закупкой семян. Спросили, сколько нужно купить семян для того, чтобы вывести достаточное количество отечественных. Василенко ответил, 40 килограммов. Что так мало, удивился человек, принадлежавший к тем людям, которых во Франции называют крупными овощами, а у нас ответственными. Николай Григорьевич объяснил, что семена салата очень легкие и что 40 килограммов вполне достаточно. Различные бельгийские газеты сообщили об успехе в Советском Союзе брюссельского цикория. Одна сильно антисоветская даже запротестовала против продажи семян, уверяя, что русские собираются выгонять зимний салат на всю Европу, хотят вытеснить бельгийцев. Семена пришли, большую часть корнеплодов оставили на второй год в грунте, чтобы получить семена. Казалось, дело сделано. Однако, как ни старался Василенко убедить различных директоров и управляющих, что необходимо напечатать маленькую инструкцию, он оказался бессильным. Год спустя в одном из овощных магазинов появился ветлув не зимой, а летом, и не вкусный овощ, а совершенно несъедобные зеленые кочаны. На покупку семян в Бельгии потратили 300 или 400 долларов, на инструкцию не хотели выложить 300 или 400 рублей. Прошло года два, и, наконец, инструкцию напечатали. Но здесь встала новая непреодолимая трудность. Торговая сеть не захотела утруждать себя незнакомым овощем. У нас в списке 12 различных овощей, хватит. Совхозы прекратили выгонку. Хрущев больше не интересовался салатом, а вскоре крупные овощи перестали интересоваться Хрущевым. Из нашей затеи ничего не вышло. Говорят, что виноват консерватизм потребителей. Это неверно. На моей даче жил сторож Иван Иванович со своей семьей. Когда он впервые увидел, что на грядке огорода взошел обыкновенный латук, он удивился. Траву коровы едят, а не люди. Потом он попробовал качан и сказал «неплохо». Прожив у меня 10 лет, он построил себе хороший кирпичный дом и вышел на пенсию. Его жена Просковья Алексеевна недавно рассказала мне «Иван Иванович за стол не садится, если нет салата». Николай Григорьевич успел жениться, скоро его сын пойдет в школу. Вышла книга Василенко «Малораспространенные овощи». Один из записанных им овощей «Салат Ветлов» продолжает оставаться у нас редкостью. Зато весьма распространены у нас те люди, которых французы называют «крупными овощами». О них никто еще обстоятельно не написал. Девятнадцатая В 1958 году умер Фредерик Жоле Кюри. Это было тяжелым ударом по движению сторонников мира, которое он создал и которым почти 10 лет руководил. В области науки он был непримиримым, и когда некоторые влиятельные руководители движения попытались уговорить его быть сдержаннее в прогнозах и не утверждать, что термоядерная война угрожает существованию человечества, он хотел отказаться от функций президента. Но он умел сочетать верность принципам с необычайной мягкостью. Ему удавалось помирить индонезийцев с голландцами или израильцев с арабами. При нем все старались быть строже к себе, снисходительнее к другим. За два или три года до своей смерти на одном из совещаний он включил в текст резолюции, протестовавший против атомных испытаний, молоко, как обладающее высоким процентом стронция. Корничук умоляюще сказал, «Наши мамаши только-только могут купить молоко, а, прочитав про стронций, будут бояться дать молоко малышам». Жоле улыбнулся и вычеркнул молоко из списка. Он подготовил послание Всемирному Конгрессу за разоружение, состоявшемуся в июле 1958 года. Он убедительно писал о необходимости прийти к соглашению об отказе от термоядерного оружия. Месяц спустя я стоял в Сорбоне у его гроба. Мы избрали председателем Всемирного Совета мира друга Жоле профессора Джона Бернелла. Это крупный ученый, кристаллограф. Он может установить структуру вещества, но не смог установить структуру нашего движения и секретариата, работавшего в Вене. Он был сух в резолюциях, как истинный англичанин не любил громких слов, а к людям снисходителем. Его меньше слушались, чем Жоле, однако все поняли, как он был нужен в роли председателя, когда в 1965 году, после тяжелой болезни, с трудом приехав на Конгресс в Хельсинки, он сказал, что больше не сможет выполнять работу президента. Третьего президента мы не нашли. Мы попросили члена президиума неутомимую Изабеллу Блюм выполнять функции президента координатора. Конечно, я не хочу сказать, что огромное мировое движение может ослабнуть только от потери двух выдающихся руководителей. Многое зависит от объективных условий. В Соединенных Штатах впервые в истории значительное большинство мыслящих людей осуждают военную политику правительства. Но репутация нашего движения мешала объединению сотен союзов, лиг, групп, движений в ряды Всемирного Совета мира. Западная Европа стала куда более инертной. Она то поддается иллюзиям, связанным с краткосрочной разрядкой международного положения, то фаталистически относится к постоянным разговорам о неизбежности атомной катастрофы. Азия и Африка не всегда связывают справедливую ненависть к колониальным державам с необходимостью предотвратить мировую войну. Мы не смогли осуществить обещаний, сформулированных в 1956 году Жолио Кюри о расширении нашего движения и о тесном контакте со всеми миролюбивыми силами. Прежние формы борьбы за мир в известной степени одряхлели, а новых мы не придумали. Я продолжаю работать в движении сторонников мира. Несмотря на ошибки, неудачи, мы остаемся единственным широким движением которое стремится оградить мир. Я не политик, не историк и не хочу браться за слишком трудное для меня дело проанализировать причины некоторого ослабления движения сторонников мира. Это книга воспоминаний и я остановлюсь на тех помехах, которые чинили нам представители Китая, тем паче, что в предшествующих частях моей книги я об этом молчал. Помню заседание исполнительного комитета осенью 1957 года в Лозане. В длинной и довольно обычной для наших встреч резолюции была фраза «Споры между государствами должны решаться путем переговоров». Один из секретарей, китаец Чэнь Шэнь, предложил поправку «вставить и», и путем переговоров. Кто-то спросил, какие другие пути Чэнь видит для разрешения споров между государствами, отвечающие задачам движения за мир. Чэнь ответил «различные». Час был поздний, все хотели спать и поручили мне согласовать фразу с Чэном. Мы сидели в маленьком салоне гостиницы и пять часов подряд я пытался убедить китайского секретаря. Он обладал терпением и мне тоже пришлось быть терпеливым. Погасили свет, швейцарцы люди аккуратные. В полутьме я видел блестящие глаза Чэна и капли пота на лице переводчика. Когда я рассказал Жоле о разговоре с Чэном, он нахмурился. Они не понимают, что такое атомное оружие. В Пекине работает один из моих учеников, талантливый физик. Может, он им объяснит, «Я знаю ученика Жолео. Он приезжал на заседание бюро в Осло. Вряд ли он занимался просвещением политических деятелей Китая. Скорее работал над созданием китайской атомной бомбы». Споры бывали по разным поводам. Однажды в Вене на заседании бюро мы напрасно просидели половину ночи, пытаясь уговорить Чэнь Шэня. Речь шла о приветствии папе Иоанну 22-му, термоядерное оружие. Предложение внесли итальянские коммунисты, и Чэнь тотчас выступил против. «Папа не любит китайский народ. Китайский народ не любит папу». Ничего другого он не говорил и не соглашался воздержаться. Пусть его приветствуют итальянцы». Другой раз в Праге осенью 1959 года Президиум составлял приветствие Всекитайскому Комитету Защиты Мира по случаю десятилетия Китайско-Народной Республики. Проект приветствия написал Чэнь Шэнь. При обсуждении текста выступил индиец Сундер Ланд по убеждениям последователь Ганди, который предложил приветствовать Новый Китай как оплот мира. Это был человек преклонного возраста. На беду рядом с ним сидел Чэнь Шэнь. Вскочив, китайц ударил Цундерланда по плечу, заставил его опуститься на стул. Я ушел, чтобы несколько успокоиться. Знал, что Корничику придется поддержать китайский текст и что никто не упрекнет Чэнь Шэня в недостатке вежливости. Менялись китайские представители. Был Уч Пао, был бывший священник Чу Винь По, бывший священник, хорошо приемы работы. В Стокгольме китайцы перед отъездом устроили пресс-конференцию и, обращаясь к буржуазным журналистам, клеймили резолюцию сессии. В Вене они заставили нас просидеть всю ночь, вносили поправки в резолюцию, а в пять часов утра заявили, что резолюция им не нравится и они не будут за нее голосовать. В Дели они привезли суданца, который проживал в Пекине. Он демонстративно лег, когда обсуждали проблему разоружения и, стараясь хорошо сыграть роль, даже похрапывал. Албанцы, разумеется, старались превзойти своих учителей. В течение двух-трех лет китайцев поддерживали часть японцев, индонезийцы, а корейцы и вьетнамцы соблюдали нейтралитет. Мы долго не отвечали на грубые обвинения китайцев. Это, однако, не только их не сдерживало, а, наоборот, воодушевляло. Китайцы перестали с нами здороваться. Когда-то они называли меня Эйленбо, что означало «замок чести». Времена изменились. Один из китайских делегатов, выступая против меня, говорил, «Некто сказал, не хотел осквернить свои уста моим именем». В декабре 1961 года китайские делегаты перешли от слов к действиям. Они требовали, чтобы намечавшийся конгресс в Москве назывался Конгрессом за национальное освобождение. В чинном зале шведских кооператоров они затеяли доподлинную драку, а в одной из комиссий, оттолкнув оратора, отобрали у него микрофон, швыряли в ревизионистов наушниками. Собрания сессии Всемирного Совета были открытыми. К счастью, ни один американский журналист не заглянул к нам, считая, что никаких сенсаций не предвидится. И только много времени спустя один англичанин, узнав о скандале от шведского привратника, написал, «Сторонники мира воюют между собой». На конгрессе в Хельсинки летом 1965 года китайцы чувствовали себя господами положения. Я работал в культурной комиссии, ее председателем был избран американский негр доктор Гудлид. Мы обсуждали текст обращения ко всем деятелям культуры. Китайцы все время прерывали выступавших. Собралось бюро комиссии. Китайц оскорблял меня как мог. Я сдерживался и не отвечал. Когда я вышел в коридор, у меня хлынула кровь из носа. Я попросил одного из советских делегатов заменить меня на бюро. Меня отвели в санитарный пункт. Там финка уложила меня на диван. Я все же решил пойти в гостиницу и отдохнуть. Выйдя из помещения, я оступился и упал на каменной ступени. Словом, хлебнул горе. Приходится признаться, что некоторые представители западных стран долго относились симпатии к китайцам. Они увлекались ролью посредников, считали вполне серьезно, что именно им удастся помирить Пекин с Москвой. Другие поддавались революционной фразе «В Китай энтузиазм, даже если они ошибаются, они верны духу Ленина». Третьи хотели показать свою независимость по отношению к государству, которое долго было в их представлении непогрешимым. Я встречал во Франции, в Италии, в Бельгии, в Швеции различных поклонников Мао-Цедуна. Они, организовав малочисленные прокитайские партии, издавали газеты. Денег у них было много. Во всем этом было сочетание наивности и политиканства, ребяческого мятежа и снобизма. На сессиях Всемирного Совета некоторые друзья, которых я хорошо знал, бегали к китайцам, показывая им не только проекты резолюции, но и речи, которые они собирались произнести. Многозначительно рассказывали мне. Китайцы обещали не возражать. Китайцы час спустя, разумеется, возражали. Были и простачки, считавшие, что если мы не отвечаем на брань, то, следовательно, нам нечего сказать, и что наши обвинители правы. Были и малопристойные сцены. В конце 1963 года в Варшаве собралась сессия Всемирного Совета. Французский писатель Мадаль предложил почтить вставанием память убитого незадолго до того Кеннеди. Китайцы начали кричать, хотели отобрать у Мадаля микрофон. Это было в порядке вещей, но, признаюсь, меня удивило, когда два представителя Запада, один бывший миссионер в Китае, а другой бельгийский барон, набожный католик и не менее набожный последователь Мао Цзэдуна вытянули вперед свои ноги, показывая, что в отличие от ревизионистов не хотят почтить память империалиста. Разумеется, поведение делегатов Китая не было эмоциями отдельных людей, оно было продиктовано партийным руководством. Это руководство в своей внешней политике было скорее осторожным. На воинственные безобразия чанкайшистов или их американских попечителей Китай отвечал серьезными предупреждениями. Серьезное предупреждение 318-е. Посол Китая в Пекине периодически встречался с послом Соединенных Штатов. Однако движение сторонников мира они рассматривали как трибуну, где могут поносить политику Советского Союза. В пропаганде они никогда не отличались сдержанностью. Готовя у себя термоядерное оружие, они в 1963-м году бурно протестовали против соглашения о запрете атомных взрывов, называя его сговором американских империалистов с советскими ревизионистами. Лет десять назад я читал, будто Мао Цзэдун сказал, что разговоры об уничтожении жизни на Земле после большой термоядерной войны неправильны. Если погибнет половина китайцев, другая половина спокойно сможет строить коммунизм. Не знаю, были ли произнесены эти слова для успокоения людей, незнакомых с азами ядерной физики, или руководители Китайской Республики действительно принимали Америку за бумажного тигра. Я попытаюсь найти объяснение брани и дракам, которые слышал или видел в течение многих лет на наших заседаниях и конгрессах. Встречи сторонников мира часто напоминали матчи своеобразного бокса, где один бил кулаком, а другой молчал или говорил о несоответствии такого вида спорта с идеями и духом движения за мир. В начале 1967 года китайцы изменили свою тактику и вышли из движения сторонников мира. Я все-таки неисправимый оптимист. Я продолжаю надеяться, что разумные люди или, как говорил Жолио, люди доброй воли сумеют предотвратить ядерную войну. Я не хочу осуждать китайцев. Вероятно, все, о чем я писал в этой главе, временное заблуждение, и Китай рано или поздно окажется среди защитников мира. Двадцатая Осенью 1958 года Георг Брантинг приехал повидать меня в Новый Иерусалим. Он отдыхал перед этим в Крыму. Брантинг был сложным человеком, полным противоречий. Не знаю, почему он стал политиком. Может быть, под влиянием своего отца, который был создателем шведской социал-демократии. Люди, знавшие Яльмара Брантинга, рассказывали, что он был веселым, в молодости мятежным. Потом показал свое уменье объединять, примирять и примиряться организационные таланты. Он не только пережил, но и в меру своих сил способствовал переходу отсталой крестьянской Швеции с ее степенной аристократии в страну передового капитализма и образцовой буржуазной демократии. С Яльмаром Брантингом дружила известная Софья Ковалевская. Шведы называли ее профессор Соня и сестру Георга окрестили Соней. Все же мне трудно понять, почему Георг Брантинг стал политиком, социал-демократом, пусть левым сенатором. Он был адвокатом, но это его не устраивало. Да и кресло сенатора мало отвечало его природе. Во внутренней политике Швеции он играл неприметную роль, но многое сделал в борьбе против фашизма в 30-40-е годы. Процесс Ападжогера Ихстага, Испания, твердая вера в Советский Союз в черные дни 41-го. Он был скорее поэтом, не потому, что писал порой стихи, а по своей душевной структуре. Позади сенаторского кресла мнимо, но для него вполне реально бушевал неистовый самому. В старости он был одинок, плохо видел, но никак не походил на образцового пенсионера. В 1958 году, с которого я начал эту главу, Брантингу было за 70. Он перенес тяжелый инфаркт, но жаждал деятельности. Мы долго беседовали о неустойчивости международного положения. Брантинг говорил, что движение сторонников мира охватывает во Франции и в Италии, где сильны коммунисты, широкие круги, но в Англии или скандинавских странах оно бессильно. Вы представляете одну сторону, говорит Брантинг, а нужно, чтобы встречались политики не только различных стран, но и различных партий. Это поможет преодолеть климат холодной войны. Я спросил его, не хочет ли он попытаться организовать такие встречи. Подумав, он согласился. В апреле 1959 года состоялась первая встреча. Ее окрестили Круглый Стол, Восток, Запад. Собрались мы в Брюсселе, и было нас никак не больше пятнадцати человек. С тех пор прошло восемь лет. Мы собирались дважды в Лондоне, работали в помещении парламента, в готическом дворце, построенном после пожара в первой половине прошлого века. Потом мы собирались в Варшаве, в Риме, снова в Брюсселе, в Париже, в Москве, во Флоренции. Там мы заседали в ратуши, палаццо Викио, окруженные потрясающими статуями старых флорентийцев, в Белграде и снова в Париже. Мы стали солидной организацией. Участников круглого стола принимали в Кремле, в Доме правительства Югославии, в Бельгийском парламенте, в Парижском муниципалитете. О наших встречах писали все крупные газеты Европы и Америки. Среди наиболее известных западных участников круглого стола назову Филиппа Нойль Бейкера, старого депутата лейбариста, лауреата Нобелевской премии, бывшего председателя Бельгийского Сената Анри Ролена, председателя иностранной комиссии норвежского парламента Фина Му, английских лейбаристов Конни Зелиакуса, Денниса Хилли, Томсона, Микарда Миндельсона, итальянских социалистов Ныни, Ломбарди, Витарелли, французских депутатов-голистов Рене Капитана и Шмидлина, оппозиционера Пьера Кота, Жюля Мока, Миттерана, итальянских католиков-депутатов Ля Мальфа и мэра Флоренции Ля Пира. В различных встречах участвовали свыше полутора ста депутатов 17 стран. Представители как правительственных партий, так и оппозиции, среди них около половины были вчерашними или завтрашними министрами. Во Флоренцию летом 1964 года приехал тяжело больной Брантинг и предложил на свое место секретаря круглого стола левого социал-демократа Яльмара Мэра. Год спустя Брантинг умер. Из постоянных участников наших встреч скончались Кони Зелиакус, крупный польский экономист Оскар Ланга и генерал советской армии, специалист по проблеме разоружения Толенский. Мне хочется вспомнить покойного Кони Зелиакуса. Приятели звали его Кони или Зили. Разумеется, он был политиком, но с дюковиной судьбой. Чудить он начал рано, будучи шведским финном, родился в Японии. Он стал подданным короля Великобритании и сражался в годы Первой мировой войны в рядах английской армии. Потом он учился в университете в Еле в Соединенных Штатах. Потом он стал лейбористом, а много спустя депутатом Палаты Общин. Весной 1949 года, несмотря на запрет лейбористского руководства, он участвовал в Первом Конгрессе сторонников мира. Его исключили из партий. Однако осенью того же года его исключили из движения сторонников мира. Он не согласился с Анафемой, которая обрушилась на Югославов. Два раза его исключали из партии и два раза восстанавливали. Он считался ужасным ребенком. Люди сердились, сердились, но в конце концов привыкли. Ничего не поделаешь, это ведь зель. Он свободно говорил на многих языках и не только тотчас переводил свои слова, но на первой встрече круглого стола, когда у нас не оказалось переводчиков, переводил выступления всех участников. В справочниках он проставлял журналист, член парламента. Он кончил университет в Еле в Америке. Самым важным событием XX века он считал Октябрьскую революцию. Я слышал его выступление на большом митинге в Манчестере. Он был депутатом этого рабочего города. Говорил он хорошо, и обычно сдержанные англичане горячо ему аплодировали. Его слабостью была организация объединенных наций. Он там проработал несколько лет. Он неизменно требовал соблюдения духа и буквы Хартии. Часто он был наивным. Когда на последних выборах победили либористы, он говорил «Теперь все изменится. Вильсон левый либорист». Оказалось, что либористское правительство вело правую политику. Зили повздыхал, но немедленно организовал оппозицию и, радуясь, говорил «Нас с каждым месяцем все больше». Отец его жены изучал психологию зверей. И как-то просидев вечер у Зилиакуса в Лондоне, я рассказал о Дурове. С коней редко кто соглашался, но его любили, и когда он умер летом 1967 года, о нем жалели его политические противники. В Вестминском дворце стало пусто. Второго ужасного ребенка не было. Оскар Ланга многое сделал для того, чтобы преодолеть взаимное недоверие, которое порой скрывалось на первых встречах круглого стола. Я с ним познакомился в 1946 году в Нью-Йорке и сразу оценил его тихость. Он был не проповедником, а собеседником. Именно это убеждало западных участников наших встреч. В Брюсселе весной 1962 года круглый стол обсуждал проект разоружения. Мы выделили маленькую комиссию специалистов Нойль Бейкера, Жюля Мока, который много лет представлял Францию в комиссии ООН по разоружению, и советского эксперта Толенского. Они заседали два дня и составили компромиссный проект, чрезвычайно детальный, однако приемлемый для всех. Выступая потом на большом митинге, Ноэль Бейкер и Жюль Мок высоко отозвались о познаниях и миролюбии генерала Толенского. Я узнал Николая Александровича в 1943-1944 годы, когда он был редактором «Красной звезды». Он умел не только говорить, он умел и слушать, а это не столь распространенное качество, и оно влияло на успех круглого стола. Его смерть – большая потеря. Я говорил о том, что постепенно организаторам круглого стола удалось привлечь к встречам политиков разных стран и разного толка. Читатели, наверное, заметили, что среди причисленных мной имен нет ни одного видного общественного деятеля Западной Германии. Теперь политика немецких социал-демократов стала несколько более гибкой, и, возможно, если наши встречи будут продолжаться, мы увидим западных немцев за одним столом с восточными. Но по 1966 год все попытки Андри Ролена, Зелиакуса и других западных парламентариев привлечь немцев из Федеративной республики кончались неудачей. Расскажу забавные случаи, происшедшие в Москве в марте 1959 года, накануне первой встречи круглого стола. Брантинг попросил меня поговорить с двумя лидерами немецких социал-демократов Карлом Шмидом и Фрицем Эрлером, которые находились в Москве. Я позвонил немецким гостям. Оказалось, что они завтра улетают на родину. Они предложили мне, чтобы я их отвез на аэродром. В пути мы сможем поговорить. Они попросили меня подъехать к дому, где жили западно-германские дипломаты, и остановиться на углу. Все было обставлено весьма конспиративно. Шмид и Эрлер хорошо говорили по-французски. Я им рассказал о том, как понимают встречи круглого стола Брантинг и Ролен. Они были любезны, поблагодарили за информацию. Им рассказывали нечто другое, высказали надежду, что им удастся приехать в Брюссель. Когда мы подъехали ко Внукову, Шмид увидел автомобиль западно-германского посольства и попросил меня выпустить их, а самому не выходить из машины. Все было сделано безукоризненно. Увы, на следующий день, раскрыв правду, я увидел заметку. Отъезд из Москвы руководящих деятелей СДПГ. Среди провожавших был назван я. Очевидно, сотрудник ТАССа меня увидел. Осенью 1961 года на встречу в Риме должен был приехать председатель иностранной комиссии Сената Соединенных Штатов Хемфри. Мы начали работу. Все спрашивали, где Хемфри. Брантинг отвечал. Его задержали дела. Он приедет завтра. Наконец пришла телеграмма. Хемфри сообщал, что произошли дорожные неполадки. Он вынужден заночевать в Лондоне и приедет только завтра. Мы приняли резолюцию о разоружении, об ООН, о западном Берлине и хотели закрывать встречу, когда действительно в зал вошел Хемфри. Он внимательно прочитал резолюции, но отказался их комментировать. Не присутствовал на дискуссии. Два часа он говорил о важности наших встреч, о значении диалога, о своей вере в торжество мира. Когда все встали, сенатор Хемфри, отойдя со мной в сторону, начал говорить о смерти Хемингуэя и, понизив голос, высказал свое мнение о западном Берлине. С тех пор прошло шесть лет. Сенатор Хемфри стал вице-президентом Соединенных Штатов. Трудно назвать его политику слишком миролюбивой. Ныне присутствовал на римской встрече как председатель оппозиции. Потом он стал заместителем премьера. Финн Му принадлежал к правительственной партии и вдруг оказался в оппозиции. На московскую встречу приезжали лейбористы Деннис Хилли и Томпсон. Первый стал военным министром Великобритании, а милейший Томпсон член нашего организационного комитета, заместителем министра иностранных дел. Не устарели к несчастью вопросы, которые мы обсуждали. Разоружение, договор о нераспространении атомного оружия, европейская безопасность, германская проблема, нападение Соединенных Штатов на Вьетнам. Незачем говорить о наших резолюциях. Это покажется не страницей мемуаров, а вчерашней газетной статьей. Скептики спросят, в чем же видите пользу встреч? Все спорные вопросы действительно до сих пор не разрешены, но, на мой взгляд, они теперь стали более разрешимыми, и, может быть, в этом толика усилий круглого стола. Альтернатива слишком трагична. Мирное сосуществование или термоядерная война, то есть, говоря проще, быть или не быть человечеству. Здесь нельзя беречь силы и время, все, что может хотя бы в мечтаниях содействовать миру, заслуживает рвение. Лично мне встречи круглого стола многое дали. Я узнал лучших политиков Запада, пожалуй, лучших представителей буржуазной демократии. В отдельности эти политики похожи на людей других профессий. Среди них есть узкие специалисты, и, что куда реже, люди всесторонне образованные, обаятельные и непривлекательные, талантливые и заурядные. Наиболее таинственной для меня является их подлинная профессия – политика. Алёхин причислял шахматную игру к искусству. Мне остаётся приравнять политику парламентской демократии к шахматной игре. Конечно, шахматы куда древнее. В них чувствуется известная окаменелость. Дебюты давно разработаны, описаны, и всё же талантливый шахматист порой находит неожиданный вариант, приносящий ему победу. Я рассказывал в этой книге, как один начинающий любитель выиграл партию у гроссмейстера Флора, который принял его невежество за некое загадочное мастерство. Недавно Аксёнов описал подобное происшествие в хорошем рассказе с преувеличениями. Впрочем, такие же случаи бывали в политической жизни Запада. Незнание Гитлером правил игры помогло ему выиграть партию у Веймарской республики. Считается, что парламентская демократия построена на равенстве избирательных голосов. Это, конечно, иллюзия. Дело решают политические партии, в которых активное участие принимают узкие круги специалистов в присутствии некоторого количества болельщиков. Ораторское искусство может подействовать на часть избирателей, но в большинстве случаев соперничающие партии говорят то же самое. Все они за мир, за свободу и за благосостояние. Атакуют они одна другую, почти всегда настаивая на неудаче того или иного шага правительства. Мало строили жилых домов, повысили безработицу, допустили финансовый скандал и так далее. Говорят, что решающую роль играет пресса, а в последнее десятилетие телевидение. В Швеции, однако, нет ни одной крупной газеты, которая поддерживала бы партию, находящуюся власти свыше 30 лет. Все попытки создать социал-демократическую газету, которую читали бы, кончались неудачей. Во Франции людей, которые читают «Юманите», куда меньше, чем тех, которые голосуют за коммунистов. Во время последней избирательной кампании шли споры, кто на экране телевизора выглядит красивее, но и это не решало дело. Многие голосуют по привычке, так уж заведено в семье. Другие голосуют всегда за оппозицию. Попробую, может быть, будет лучше. Есть страны, где в парламенте представлено мало партий. В Соединенных Штатах две, в Англии три. Есть другие, где партий много, как, например, в Италии. Там политическим деятелям приходится договариваться, чтобы создать коалиционное правительство. В отличие от шахмат, выборы, парламентская политика, министерские кризисы имеют элемент азартной игры или спортивного матча, чреватого непредвиденными обстоятельствами. Какая специальность у депутата? На это можно ответить только таинственным и ничего не определяющим словом политика. Добрая половина их получили юридическое образование и в начале карьеры или в период избирательных неудач занимались адвокатскими делами. Если вспомнить Третью Республику, то виднейшие фигуры парламента в большинстве были адвокатами Пуанкаре, Бриан, Мильсран, Думер, Барту, Лаваль, Рейно и другие. Да и за нашим круглым столом больше половины заседавших получили юридическое образование. Капитан, Миттеран, Пьер Котт, Ролен, Пирсон, Брантинг, Бенгстон, Юлиус Сильверман и многие другие. Были и экономисты, как Мендес Франц или Ломбарди, был инженер Жюль Мок, который рассказывал мне, как он строил мост через Даугаву, но, конечно, политика давно стала его профессией. В 1963 году все товарищи по партии Денниса Хилли говорили, что если либористы победят на выборах, то он станет министром иностранных дел. Действительно, он стал министром, но обороны. Я познакомился в Стокгольме с другом Яльмара Мэра Горстеном Нильсоном, человеком умным, деятельным и веселым. Он был министром транспорта, военным министром, министром социального обеспечения, а теперь он министр иностранных дел. Я понимаю, что министр финансов может меньше разбираться в балансе, чем опытный бухгалтер крупного банка или треста. Я знаю, что существуют интересы того или иного класса общества, которые определяют сущность политики. Я отнюдь не защищаю ни диктатуру одного человека, ни технократию. Я просто признаюсь в своем непонимании профессии образцового политического деятеля. Это не роботы, а люди, к сожалению, обладающие нервной системой и способные в критическую минуту оказаться подверженными гневу или страху, растерянности или чрезмерной уверенности. Многие политики, с которыми я познакомился на встречах круглого стола, мне понравились, но порой я чувствовал себя самодеятельным актером, случайно оказавшимся на сцене с мастерами, первыми любовниками, фатами, резонерами или трагиками. Вероятно, прав был Жолио, когда говорил, что человечество еще переживает свое младенчество. Многое должно перемениться, если только благодаря азарту или глупости тех политических деятелей, которые никогда не хотели сесть за круглый стол, человечество не исчезнет до того, как оно достигнет совершеннолетия. Двадцать первое Осенью 1959 года я часто говорил себе, что нужно сесть за стол и начать книгу воспоминаний. Я обдумывал план книги и, как всегда у меня бывало, оттягивал начало работы. Несколько месяцев я успокаивал себя тем, что мне приходится отстаивать мои идеи о необходимости гармоничного развития человека, о роли искусства, воспитания, культуры, эмоций. Разумеется, я был виноват в происшедшем. Напечатал в «Комсомольской правде» письмо одной студентке, которую я назвал Нина, о том, как порвала с любимым человеком Юрием, хорошим инженером, но современным вариантом человека в футляре. Для меня было самым существенным не его равнодушие к искусству, а его душевная примитивность и сухость. Он не случайно смеялся над чеховским рассказом «Дама с собачкой», который волновал студентку. «Когда я пыталась разобраться с ним в наших отношениях, он или выходил из себя, или улыбался, говорил, что я нарочно все усложняю. Он сводил чувства к жилплощади и к распишемся. Он посылал своей матери деньги, но когда она захотела приехать его повидать, он не согласился, объяснил своей возлюбленной, что мать у него хорошая, но необразованная, так что и говорить не о чем. Все попытки студентки почитать ему стихи Блока или повести его в Эрмитаж кончались неудачей. Нужно быть людьми атомного века. Я никак не думал, что моя статья вызовет полемику. Однако молодежь спорила. Главная вина за развязавшуюся войну, по-моему, лежит на человеке, приславшем в комсомольскую правду письмо, оставлявшее в стороне душевные недостатки инженера Юрия и перенесшее спор совсем в другую плоскость. Нужно ли нашим современникам искусство? Автор этого письма инженер Политаев по своей специальности кибернетик. Я упомянул, рассказывая своей поездке в Америку, что весной 1946 года в Дью-Йорке мой старый друг Якобсон ночь напролет рассказывал мне о новорожденной науке и о мыслящих машинах. Два года спустя математик Винер сформулировал проблемы, которые сможет разрешить кибернетика. Не знаю, почему в эпоху Сталина кибернетику у нас называли шарлатанством. Может быть, желание разучить думать людей было связано с недоверием или страхом перед мыслящими машинами. Я вполне понимаю горечь Политаева и его старшего друга профессора Ляпунова при мысли, как отнеслись в нашей стране к кибернетике. Труднее понять, почему Политаев обрушился не на подлинных виновников, а на искусство. Еще раз вместо принца высекли нищего мальчика. В своем письме по поводу моей статьи Политаев писал «Некогда нам восклицать «Ах, бах, ах, блок!» Конечно же они устарели и стали не в рост с нашей жизнью. Общество, где много деловых юрьев и мало нин, сильнее того, где нин много, а юрьев мало. Нужно сказать, что в письме Нины не было ни слова о музыке Баха, и упоминание о нем осталось для меня загадочным. Мне рассказывали друзья, недавно побывавшие в академическом городке возле Новосибирска, где теперь работает Политаев, что он любит музыку. Может быть, любовь к произведениям Баха заставила его упомянуть гениального композитора, работавшего двести лет назад, когда не было ни атомного века, ни культа личности. А может быть, ему просто понравилось словосочетание «Ах, Бах, Ах, Блок». Не знаю. Я писал не о превосходстве искусства над точными науками, а о необходимости развивать культуру чувств, то есть о том, о чем я говорил в шестой части этой книги. Нельзя идти вперед на одной ноге. Однако дискуссия переключилась на вопросы, кратко сформулированные Политаевым. Искусство устарело, у деловых людей нет времени восхищаться Бахом и Блоком, сильнее то общество, где у каждого своя специальность и свое дело. Я успел в 1959 узнать, что записки на литературных вечерах пишут скорее наивные глупые люди и не судил об уровне нашей молодежи по тысячам писем, которые получила редакция или лично я. Сторонников Политаева было немного, примерно одна десятая. Инженер Петрухин писал, «Как я могу восхищаться Бахом или Блоком? Что они сделали для России и для человечества? Агроном Власюк заверял, понимать искусство надо, но восторгаться им прошло время. Капитан дальнего плавания Кушнарев старался проявить терпимость. Я считаю так, нравится вам музыка Чайковского? Идите, слушайте. Нравится вам Блок? Читайте на здоровье, но не тяните к этому остальных. Неужели кто-то думает, что мы будем хлопать в ладоши и восхищаться симфониями? Все письма последователей инженера Политаева показывали низкий уровень душевного развития и повторение бессмысленного сочетания имен Баха и Блока и вопрос о том, что сделал Бах для России и даже стиль «Читайте на здоровье». Однако и письма защитников искусства не были выше его хулителей. Тысячи авторов писем встревожились, считая, что Политаев хочет им помешать пойти в театр или почитать в трудную минуту стихи. Основным аргументом был следующий. Ленин любил слушать апассионату, и это не помешало ему создать советское государство. Для большинства апассионата была абстрактным понятием, запомнившимся по воспоминаниям Горького. Одна комсомолка писала, что человек даже в космос возьмет ветку сирени. Это напоминало споры комсомольцев в начало тридцатых годов, нужна ли им ветка черемухи, хотя в те давние времена о космосе никто не думал. Вот фразы из писем, повторяющиеся в разных вариантах. Как могут устареть Пушкин, Толстой, Чайковский, Репин, или Я не вижу ничего постыдного в том, чтобы пойти вечером в театр на Евгения Онегина. Одно письмо, напечатанное в газете, удивило меня глубиной. Юноша писал, что влюбился в девушку, она любила музыку, и ему пришлось с ней ходить на концерты. Вначале он ничего не понимал, скучал, а потом понял. Ему открылся новый мир, и хотя девушка призналась, что любит другого, он ей будет благодарен до конца своих дней. Один из участников дискуссии увещевал спорщиков. Не нужно ссорить математику с музыкой. Кстати, говоря, их трудно рассорить. Эйнштейн в молодости увлекался скрипичной игрой и страстно любил до конца своих дней симфоническую музыку, находя в ней нечто общее с математикой. Никогда ученые не выступали против искусства. Джолио Кюри любил музыку, живопись. Когда он был вынужден остаться несколько месяцев в больнице, он начал писать пейзажи. Ирэн Джолио Кюри увлекалась поэзией. Бернал в восхищении мне говорил о старом английском поэте-мистике Джонни Донни и о живописи. Во время московской дискуссии физик Алиханов писал «Однако если бы стимулом духовной деятельности человека была бы только утилитарность, то та сила, которая двигает науку, также исчезла бы». Стимул, толкающий к деятельности в науке и в искусстве, очень красочно изображен в следующем эпизоде. Академик Амбарцумяна астрофизика спросили «Какая польза от занятия астрофизикой?» На этот вопрос он ответил «Человек отличается от свиньи в частности тем, что иногда поднимает голову и смотрит на звезды». Этот стимул, заставляющий человека думать не только о пище и продолжении рода и привел к возникновению и науки и искусства. Хочу добавить, что в те годы, когда подлинная живопись была изгнана из нашего быта, многие крупные физики покупали холсты Фалька, Лентулова, Филонова и других запретных художников. В чем же идеал, предлагаемый Политаевым и его куда менее сведущими сторонниками? В утилитаризме Базаров говорил, что порядочный химик полезнее двадцати поэтов. В 1860 году это звучало вызовом либералам, помещикам, говорившим о красивости жизни. Теперь имеется большая и технически развитая страна Соединенные Штаты, где все знают, что быть не только видным химиком, но и обыкновенным инженером куда выгоднее, чем писать стихи. Об американизации мечтали не наши ученые, а некоторая часть техников, односторонне образованных и помеченных духовной сухостью и внутренней ленью. Был в полемике и элемент спора. Когда комсомольцы устроили дискуссию, на которую обещали прийти Политаев и я, зал был переполнен и болельщики двух команд неистовствовали. Сторонники Политаева привезли электронную музыкальную машину. Я ее слушал с интересом. В ней были элементы современной музыки Запада, но сторонники Политаева в ужасе кричали «Хватит!» Видимо, вкусы у них были вполне традиционные. Задумываясь теперь над дискуссией 1959-1960 годов, я вижу, что наша молодежь не поняла ее трагической ноты. Тяга к искусству во второй половине нашего века не ослабевает, а скорее усиливается. Об этом свидетельствуют увеличение тиражей романов во всем мире, куда больше посещаемость выставок живописи, концертов симфонической музыки, театра, кино, даже литературных вечеров. Однако приток произведений после войны неизменно падает. Большие живописцы и Франции, и наши, и Италии, обозначившие уровень искусства в первой половине века, почти все умерли. 22 Мы знаем великих художников, которые не раз в своей жизни чудодейственно менялись. Пуссен от увлечения венецианской красочностью перешел к строгому классицизму и кончил лиризмом. Сезанн выступил вместе с импрессионистами, а потом начал искать постоянство формы. На определении периодов Пикассо искусствоведы сломали себе голову. Шагал остался таким же, каким был в молодости. В этом году ему исполнилось 80 лет, но его последние работы напоминают холсты, сделанные свыше 50 лет назад. Это недостоинство и не недостаток, это природа художника. Для любого поэта или композитора время неотъемлемое начало творчества. Поэзия или музыка протекают во времени. Для художника или скульптора самое существенное пространство. Конечно, было много художников, которые остро чувствовали ход времени, пространство для них менялось соответственно со сменой эпохи, но были и другие, которые не обращали внимания ни на ход часов, ни на листки календаря. Когда Шагалу исполнилось 50 лет, он написал картину «Время не знает берегов». Крылатая рыба летит над двиной, к ней подвешены большие стоячие часы, стоявшие когда-то в доме родителей художника или его невесты. У Шагала летают не только птицы, но и рыбы, летают над городом бородатые евреи, скрипачи устраиваются на крышах домов, влюбленные целуются где-то ближе к луне, чем к земле. Однако, хотя все у него летит, кружится, он не замечает хода годов. Я его встретил несколько раз в Париже в эпоху ротонды. Он в этом кафе бывал редко. Мне он казался самым русским из всех художников, которых я тогда встречал в Париже. Архипенко был одержим кубизмом, Цаткин походил на англичанина. Сутин молчал, глядя на всех и на все глазами испуганного подростка. Ларионов проповедовал лучизм, а молодой Шагал повторял «У нас дома?» Я его видел много времени спустя в мастерской на авеню Орлеан, и там он писал «Домики Витебска». В 1946 году мы встретились в Нью-Йорке. Он постарел, но говорил о судьбе Витебска, о том, как ему хочется домой. Последний раз мы увиделись в его доме в Анси. Он был все тем же. Как-то он прислал мне длинное письмо. В Петрограде 40 лет назад он оставил холсты в мастерской рамочника. Он хорошо помнил дом на углу двух улиц, но не понимал, что значит 40 лет в жизни Ленинграда. Недавно разговаривая со мной, он сказал о художнике Тышлере. Молоденький. Тышлер остался для него 20-летним юнцом. Он никак не может поверить, что старого Витебска нет, что его сожгла фашистская авиация. Он видит перед собой улицы своей молодости. Шагал провел детство и отрочество в Витебске. Когда ему исполнилось 20 лет, он уехал в Петербург, учился живописи у художника Бакста. Три года спустя ему удалось попасть в Париж. Весной 1914 года он вернулся в Витебск, женился на Белле и снова направился в Петербург. Первый год революции он прожил то в Петрограде, то в Витебске, а осенью 1918 года Луначарский назначил его комиссаром по изобразительному искусству в Витебске. Он открыл там новую художественную школу, уговорил Малевича и Пуни приехать в Витебск, учить молодых энтузиастов живописи. Полтора года спустя преподаватели перессорились друг с другом. Шагал, разозлившись на беспредметников, уехал в Москву, проработал там два года и переселился в Париж. Я рассказываю это, чтобы показать, каким чудодейственным родником остался для него Витебск, в котором он прожил относительно мало. Кажется, вся история мировой живописи не знала художника, настолько привязанного к своему родному городу, как Шагал. Для Вермеера, при всей его привязанности к Дельфту, мир не ограничивался этим городом. Желая сказать нечто доброе Париже, Шагал называл его моим вторым Витебском. Он прожил несколько десятилетий в Париже, проводил летние месяцы в Британии и в Пиренеях, в Авернии и в Савои, жил, да и теперь живет близ Лазурного берега, побывал в Испании, в Англии, в Голландии, Германии, в Италии, восхищался галереей Уфицы и улицами Флоренции, два раза был в Греции, два раза в Палестине, глядел на Иерусалим, потом на пирамиды Египта, на пестрые краски Берута, шесть лет прожил в Нью-Йорке, съездил в Мексику. Что зрительно осталось от пятидесяти лет блужданий, от диковинных деревьев юга, от небоскребов, от развалин Акрополя? Да почти ничего. Несколько пейзажей, Эйфелева башня, у верхушки которой порой обнимаются витебские влюбленные. Вот и все. Деревянный захолустный Витебск, город молодости, врезался и в его глаза, и в его сознание. В 1943 году он написал в Нью-Йорке ночной пейзаж, улица Витебска, месяц и лампа, а под ней влюбленные витебчане. В 1958 году он пишет «Красные крыши», «Дома Витебска», «Влюбленные» и «Телега с русской дугой». Еще позднее в «Женщине с голубым лицом», «Телега на крыше дома» и «Снова дуга выдают прошлое». В 1919 году Шагал в Витебском сборнике «Революционное искусство» выступил против сюжетной живописи, против литературщины. Это может показаться парадоксом. Он и тогда был самым литературным, самым сюжетным из всех современных живописцев, да и потом всю свою жизнь он делал то же самое. Но здесь не измена себе, а условность словаря. Шагал отвергал тех мнимых живописцев, которые думали и думают, что можно воздействовать на глаз одной сменой сюжета. Он с отрочества знал, что у живописца свой язык и протестовал против фотографической живописи. Ни протокол, ни опись бутафории не казались ему искусством. При этом он был и остался поэтом, не потому, что в молодости иногда писал слабые стихи, а потому, что поэтичность присуща его живописи. Можно сказать, что яблоки или гора Сен-Виктуар это главы романа, созданного Сезанном, а Шагал поэт или, если точнее определить, сказочник Андерсон живописи. Сказки неизменно однообразны и многообразны, меняется свет и цвет, а действующие лица повторяются. Шагал показывает людей Витебска. Влюбленные целуются, печальные и ясные, бородатые старые евреи, то сидят пригорюнившись, то летают над городом. Скрепочи не устают играть на крышах. Кругом деревянные домишки, деревья, месяц или полная луна, река или небо, домашние животные, которые полюбились ему еще в детстве, петух, корова, ослик, коза, рыба. Шагал опытный мастер, и он ребенок, влюбленный в сказку. Один искусствовед, итальянец, написавший книгу о Шагале, считает, что возникновение его живописи таинственно, по его мнению, при всем ее русском характере она никак не связана с народным искусством. Я не знаю, что подразумевает искусствовед под народным искусством. В Витебске в начале нашего века не было ни гончаров, сохранявших старые традиции, ни мастеров народной игрушки, ни вологодских кружевниц, ни северных мастеров резьбы, но в этом городе, как и во всех русских городах, жили и работали мастера вывесок. Над лавками, где торговали фруктами или папиросами, над булочными и над парикмахерскими, красовались жанровые сцены или натюрморты. Хотя на парикмахерской, где стриг и брил википчан дядя Шагала, не было ничего изображено, начинавший художник бесспорно видел много увлекательных вывесок. Да и сам Шагал одно время, вынужденный заработать несколько рублей, писал вывески, и это занятие ему нравилось. Кончаловский рассказывал, как на него подействовали вывески. Хлебы он написал под прямым влиянием одного из народных кустарей-живописцев. Все ранние Бубнова-Валецы и Молодой Машков и Лентулов, да и художники других групп, Малевич до того, как он написал знаменитый квадрат, и Лорионов, все они испытали двойное влияние Сезана и мастеров вывесок. Конечно, в Париже Шагал испытал на себе различные влияния и кубизма, и диких, и даже сюрреализма, но эти влияния были кратковременными, и, обогатив художника, они не изменили его почерка. Бывают чудесные холсты Шагала, бывают похуже, но его картины никогда нельзя спутать с работами других мастеров. Шагал – большое явление в мировой живописи XX века. В фондах Третьяковской галереи и Ленинградского русского музея хранятся прекрасные его холсты. Наши музеи их предоставляли для больших выставок в Париже, в Токио. Может быть, пришло время показать работы витебчанина Марка Шагала не только французам или японцам, но также его землякам, ведь все создано им неразрывно связано с любимым им Витебском.